Ажиотаж на периферии области зверей-берсерков и вызвал прилив зверей, и теперь мы находимся в центре области зверя-берсерка. С такой огромной волной энергии и во время их часов сна, как вы думаете, что произойдет, вжух, выражение лица Сунь-Батина изменилось, слова Суха, казалось, разбудили его. Ранее, более 10 лет назад, во время периода потрясений способности происхождения, это был период испуга и тревоги. Однако мгновенно он пришел в себя, глядя на фальшивое и улыбающееся выражение Сухаа, он усмехнулся. Ты и твои шалости, думаешь, я позволю тебе так легко оставить след в моем сердце? Что касается этого, ты так же отвратителен, как и Сухаа, ты должен умереть. Сухаа горько улыбнулся и потер нос, вытирая пот, разве это не считается, что его застрелили лежа? Убей. Сунь-Батян усмехнулся, сжатие сферы грома и молнии, которая была в его руках, было завершено. Но все, что требовалось, это всего лишь мгновение. Тогда он уничтожит Сухаа. Единственное, что заставило его удивиться, это то, что пока он рисовал свою сеть, Сухаа смотрел на него с таким равнодушным взглядом и занимался с ним пустой болтовней. Он на самом деле не делал никаких контратак, что было очень странно. Да оба, какие у тебя на самом деле планы? Неужели вы сдались? Давайте посмотрим, какой у вас туз? Позволь мне сначала убить тебя, тогда мы узнаем. Сунь-Батян, исполненный убийственного намерения, был жестоко обвинен и полностью окутан Сухаа. Плотный от грома и молнии, наконец закончился и направился к Сухаа. Казалось, что в следующий момент он может уничтожить Сухаа. Но в данный момент, неожиданно, раздались бесчисленные трескучие звуки, за которыми последовал запах жареного мяса, а также странный запах гари. Что Сунь-Батян поднял голову и был потрясен, заметив, что бесчисленные черные обезьяны были над громом и молниеносной сетью и нападали на нее. Одного убило током, потом следующего убило электричеством, и еще одна черная обезьяна рванула вверх. В мгновение ока, область грома и молнии, над которой он так усердно работал, исчезла. Что это такое? Сунь-Батянь был полностью шокирован. Это только начало. Сухаа взглянул на 2D карту и сказал равнодушно. Если кто-то должен был рассмотреть его с точки зрения Сухаа, они могли ясно видеть бесчисленные плотные красные точки, заряжающиеся к этому месту. Бесчисленные смерти жареных черных обезьян спровоцировали окружающих их гигантских зверей-берсерков. Берсерк-звери были, естественно, хищниками. С небольшим спусковым крючком они будут чрезвычайно свирепыми. Ты думаешь, что можешь просто так сбежать? Сунь-Батянь усмехнулся и снова бросился к нему. Если вы не уйдете сейчас, пока мы ждем увеличения их числа, то к тому времени никто не сможет убежать. Сухаа усмехнулся. Когда плащ тени вспыхнул, иллюзорная реальность была активирована еще раз. Затем он снова и снова уклонялся от атак Сунь-Батяна. Между ними бесчисленные черные обезьяны создавали неудобства, прыгая вокруг. С синхронным воспроизведением его левого глаза, Сухаа мог наблюдать и анализировать 360 градусов вокруг него без каких-либо слепых пятен. Эти черные обезьяны совершенно не повлияли на него. Вместо этого для Сунь-Батяна, под озадачивающими атаками черных обезьян он был помещен в чрезвычайно громоздкое состояние. Под преднамеренным руководством Сухаа атаки Сунь-Батяна приземлились и убили черных обезьян. И в этот момент огромная армия зверей-берсерков наконец-то прибыла. Бум-бум-бум, земля затряслась. Бесчисленное множество причудливых зверей-берсерков приближались, большинство из них имели способности, сравнимые с способностями новичков, но некоторые из зверей-лидеров класса уже обладали специализированным уровнем силы. То, что было еще более удивительным, было для нескольких странных зверей-берсерков впереди, впечатляюще они имели силу 5го уровня из перов. Что было страшнее, так это их количество. Их было бесчисленное множество, при такой мощи лица Сухаа и Сунь-Батяна побледнели, но когда они столкнулись, они даже не сделали ни малейшего шага назад, бах-бах. Скорость армии-берсерков не замедлилась и устремилась к ним. Звери-берсерка, которые были в тысячах, наконец заставили Сунь-Батяна паниковать, отступаем. Вжух! Сунь-Батян, наконец, не мог больше терпеть. Он взглянул на Даба, который остался равнодушным и быстро отступил назад. И в этот момент армия зверей-берсерков без колебаний направилась к Сухаа. Грохот не прекращался, как будто он взбудоражил весь лес. Область, которую они прошли, была разрушена, не осталось ни одного стеклянного лезвия. Это настоящее сумасшествие Сунь-Батян посмотрел на Даба, который остался равнодушным. В своем сердце он не мог не определить лидера организации охотников, как сумасшедшего, бах. Однако, что шокировало Сунь-Батяна, так это то, что звери-берсерка странно избегали Даба, когда приблизились к нему. Вот именно. Они избегали его. Как такое возможно? Сунь-Батян был ошеломлен, независимо от того, насколько он был спокоен. В этот момент он был шокирован. Сухаа в центре, в радиусе одного метра, звери-берсерка автоматически избегали его и не причиняли Сухаа никакого вреда, не говоря уже о том, что они не нападали на него. Посреди армии зверей-берсерков, Сухаа также вздохнул с облегчением. Маленький паршивец, на этот раз, ты наконец-то стал более надежным. Звериная аура голубой бабочки мечты заставила этих парней признать его своим. Естественно, они не причинят ему никакого вреда. Если не в крайнем случае, Сухаа определенно не был готов использовать такой чрезвычайно опасный метод. К счастью, на этот раз ей это удалось. Хороший ход, да оба выражение лица Сунь-Батина вернулось к его спокойствию. Он едва открыл рот, но его слова были наполнены деловитостью. Какой ты жестокий. Но нет никого, кто мог бы сделать из меня дурака Сунь-Батина. Так как вы хотите играть, позвольте мне тоже поиграть с вами. Бах. Гром и молния, что заполнили небо, сконцентрировались. Когда он стоял перед армией зверей-берсерков, Сунь-Батянь без колебаний указал пальцем на него. Соединение, которое было составлено из грома и молнии и несло неограниченное убийственное намерение, упало с неба. Домен Тандербалта. Встань, бах. Бесчисленные молнии перед его глазами начали консолидироваться. Черт возьми, зрачки сухо осузились, и он быстро отступил. Сунь-Батянь осмелился в одиночку атаковать всю армию берсерков. Принимая такой риск, он на самом деле был так полон решимости убить его. Насколько велика была эта месть? Если бы не Сунь-Батянь, который до сих пор называл его Даба, он почти подумал, что тот откроет свою истинную личность. С таким безумием, если бы он узнал, что он сухо, разве Сунь-Батянь не сойдет с ума? Бах, бах. Гром и молния и армия зверей берсерка столкнулись. В этот момент небеса и земля, казалось, изменили цвет. Темная ночь больше не ночь. Лес в этот момент был окрашен в белый цвет. Казалось, что каждый берсерк, который отдыхал, был потрясен и смотрел в этом направлении в панике, как будто они чувствовали несравнимое раздражение и нетерпение. Бесчисленное множество берсерков перед его глазами упало на землю. Мощь из пера шести уровня, естественно, была бесспорной. Глава 278. Глава 0278. Проиграть или выиграть? Сунь-Батянь-Ха. Действительно достойный быть главой города Цзянхи. Все тело сухо было покрыто кровью. Волна неистового зверя прервала их сражение. Они оба были ранены, и ему даже удалось убежать от него. Тем не менее, борьба действительно закончилась. Дзинь-Сухо открыл свое устройство связи. Босс Мин-Чжи был шокирован появлением Сухо. Что случилось? Ничего. Сухо, прислонившись к огромному дереву, с трудом сказал. Я привел Сунь-Батянь в глубину звериной сферы. Я хочу, чтобы вы быстро взяли людей, чтобы напасть на бизнес-семьи Суни, и забрать их ресурсы и немедленно уйти. Я думаю, Сунь-Батянь вернется примерно через час. Босс, а что насчет тебя? Мин-Чжи волновался из-за бледного взгляда Сухо. Тебе не нужно беспокоиться обо мне. Сухо сказал с полной решимостью. Помните, после того, как вы хватите все ресурсы, немедленно распустите организацию и распределите все между нашими участниками. Попросите их укрыться в городе Цзинхуа, иначе никто не сможет уйти. Как только Сунь-Батянь вернется, как насчет происхождения способности ассоциации, это внутренний конфликт города Цзинхи, ассоциация не будет беспокоить нас. Сухо холодно сказал. Я даю тебе право командовать организацией охотников. Просто оставьте мне мою часть ресурсов. Что касается других, у вас есть полная власть над ними. Помните, у вас есть только час. Сухо закрыл свое устройство. Это означало, что он сказал все, что хотел. С интеллектом Мин-Джи он должен знать, что делать дальше. Бултык. Бутылка лекарства спасения тела была уничтожена. Энергия начала течь по всему телу и стимулировать его клетки. Однако через несколько минут выздоровление было минимальным, и ни одна тысячная не была исцелена. Это травма. Сухо-горько рассмеялся. Кажется, я не могу уехать отсюда за короткий промежуток времени. Кто просил тебя быть таким смелым? Ты даже посмел устроить заговор против Сунь-Батина. Послышался сладкий голос. Голубая бабочка мечты снова показала себя в форме человека, чтобы поддержать слабое тело Сухо. Затем она беспомощно сказала. В следующий раз не делай такой опасный поступок КХМ. Сухо улыбнулся. Не беспокоя травмы на теле, он достал коробку и осторожно открыл ее. То, что было внутри, была бутылка кристально чистого происхождения характеристики препарата. Такой красивой. Голубая бабочка мечты была поражена этим. Теперь это лекарство ученого. Сухо воскликнул, бережно храня его. Сначала я восстановлю свою травму, а затем попытаюсь прорваться в специализированный эспир. У меня только одна бутылка этого. Поэтому я не должен допустить ни одной ошибки. Бах. Город Цзянхи. Началась война. В середине ночи организация охотников города Цзянхи, казалось, сошла с ума. Все с безумием атаковали бизнес семьи Сунь и забрали все деньги и наркотики. Всего за полчаса семья Сунь получила более 50% ущерба. Это был полный хаос. Все были шокированы этой сценой. Прямо сейчас, к чему стремились охотники. Семья Сунь хотела попросить помощи у начальства, но, к сожалению, не было никого, кто мог бы защитить их. Экономка Чжан действительно просила Сунь Баатяна о срочной помощи, но он все еще спешил сюда из дикой природы. Они могли только наблюдать, как организация охотников буйствует за своими ресурсами перед отъездом. Час спустя, когда вернулся Сунь Баатянь, казалось, что организация отступила. Преследуйте их. После того, как Сунь Баатянь понял ситуацию, он мгновенно пришел в ярость. Возглавив своих подчиненных, Сунь Баатянь бросился к организации. Его больше не волновало его лицо. Его ненависть стала настолько глубокой, что он хочет превратить организацию охотников в пепел. Однако, когда они достигли здания, то, что приветствовало их, было пустым зданием. Казалось, что прежде чем они прибыли, все ушли. Что было еще более шокирующим. Новости, поступающие от правительства. Организация охотников была распущена. Что? Они выиграли. Семья Сунь была в растерянности. Очевидно, что они выиграли войну, но почему они чувствовали себя так горько? Очевидно, организация охотников проиграла войну, но почему они чувствовали себя подавленными по этому поводу? Пытаешься сбежать, растворяясь? Верните их обратно. Сунь Баатянь был полон гнева. Тем не менее, очень скоро он получил новость, которая сделала его еще более разъяренным. Все члены организации охотников привели свою семью в город Цзинхуа и безумно потратили свои деньги в дорогом отеле Цзинхуа. С текущей силой семьи Сунь они не посмели пойти туда. Перед семьей Цзинь семья Сунь была просто вошками. Черт, это было выражение каждого члена семьи Сунь. Поскольку они были подавлены, они поняли, что все деньги, потраченные этими людьми, были взяты у их семьи Сунь. Оставалось только наблюдать, как их деньги тратятся бессмысленно охотниками. Бах! Сунь Баатянь сделал яму под ногами. Его тяжело потраченные деньги на происхождение характеристики препарата были уничтожены. Когда он преследовал Даба, его бизнес был в хаосе. Не забывайте, что он был ранен во время прилива. Можно сказать, что он испытал серию ужасной удачи. Возможно, единственное, что у него было, это то, что Даба был мертв. Это шутка? Осторожно спросила эконом Качжан. Уже нет. Лицо Сунь Баатянь изменилось. Приготовьте ему лекарство лучшего происхождения для нашей семьи Сунь. Он должен быть в состоянии интегрироваться с ним. Да, эконом Качжан не спросила почему, но по действиям Сунь Баатянь он мог как-то догадаться. Казалось, что исходные характеристики препарата были уничтожены. Какая жалость в конце концов, это был наркотик ученого. Даже если я совершу потерю, пока я, Сунь Баатянь все еще жив, никто не сможет тронуть мою семью. Сунь Баатянь быстро вернул свой властный взгляд. Я считаю, что они не в состоянии взять все ресурсы в город Цзинхуа. Что касается тех, кто в городе Цзинхуа, было бы лучше, если бы они не вернулись сюда в своей жизни. Иначе они были бы убиты сразу же. Да, с наступлением ночи в городе распространились многочисленные новости. На следующий день, когда взошло солнце, все поняли, что на самом деле произошло ночью. Организация охотников, объявившая войну семье Сунь, исчезла. От самого слабого члена их начальника, да оба, они все исчезли без единого следа. Затем семья Сунь стала управлять собственностью организации охотников. Бесчисленные слухи. Некоторые говорили, что организация охотников была уничтожена семьей Сунь прошлой ночью. Семья Сунь, наконец, показала свою скрытую силу и мгновенно превратила эту организацию в пепел. Некоторые говорили, что организация охотников искала убежище в городе Цзинхуа, чтобы избежать нападения семьи Сунь, и решила больше никогда не ступать в город Цзянхи, чтобы жить как изгнанные граждане. Некоторые также говорили, что лидер организации охотников был убит Сунь Баатином. Потеряв своего лидера, организация была в полной растерянности и тогда они решили распасться. Ходят слухи, что никто не знает, что правильно, а что нет. Новости продолжались целый месяц. Поскольку организации охотников и ДААБА больше не появлялись, такие новости постепенно исчезали. С появлением новых горячих тем организация охотников, казалось, ушла в прошлое. Больше не было места для его обсуждения. Потому что до этого семья Сунь понесла большие потери от рейда организации охотников. И в этот месяц Сунь Баатянь со своей властной силой начал действовать против всех небольших сил в городе Цзянхи. Сталкиваясь с абсолютной властью, имели ли другие возможности сопротивляться? Очень скоро все маленькие силы были истреблены семьей Сунь. Все потерянные ресурсы были возвращены. Теперь сила семьи Сунь была сильнее, чем когда-либо. Конечно, объединить такие силы было проблемой. Но для кого-то вроде Сунь Баатя не нужна была верность. Пока они могли оставаться его подчиненными, им давали возможность жить, иначе они мгновенно превращались в пепел. Пока у тебя есть хоть какая-то ценность для семьи Сунь, ты можешь продолжать жить. Из-за этой политики сила семьи Сунь взлетела. В этот момент, в глухом лесу за пределами города Цзянхи, был пейзаж, который был таким праздником для глаз, украшенный красивыми горами и потоками воды. Молодой человек сидел со скрещенными ногами на одном из камней в ручье, как старый монах в медитации. Слабый золотой свет окутал его тело таинственным образом, на что было интересно смотреть. Вжух! Молодой человек открыл глаза. Бах! Энергетическая аура начала реагировать в теле молодого человека. Окружающая вода внезапно взорвалась до метра в высоту, прежде чем упасть обратно в поток. Одежда молодого человека была по-прежнему чистой. Излишне упоминать, что этот молодой человек был никем иным, как Суха. Моя травма наконец-то восстановилась. Суха глубоко вздохнул. Он уже знал, что Эпер-6 уровня был намного сильнее 5 уровня. Только то, что он не ожидал, что разрыв будет настолько огромным, что ему нужен один месяц, чтобы восстановиться. Конечно, это не произошло без какой-либо выгоды. В то время как он исцелял свое тело в течение месяца, мастерство Суха в его энергии было более глубоким, что он стал лучше интегрироваться с картами, которые у него были, особенно с 5-звездочной картой иллюзорной реальностью. Хотя его сила, казалось, была той же, его истинная боевая эффективность, казалось, увеличилась еще на шаг. С тех пор, как его тело восстановилось, настало время попытаться пробиться в специализированный Эспир. Однако Суха ясно дал понять, что у него был только один шанс. Таким образом, он не имел права на ошибку. Глава 279 Глава 0279 Я буду ждать, пока вы выйдете. Время спокойно шло. В тихом лесу то тут, то там летала механическая птица. Глубоко в лесу Суха сидел со скрещенными ногами, в то время как энергия в его теле вибрировала, заставляя ауру распространяться повсюду. Бах! Суха открыл глаза, показывая удивление. Готово! Обучение через видео было намного медленнее, чем прямое копирование других, в результате чего он потратил довольно много времени. Тем не менее, преимущество было, как только он освоил навык с помощью этого метода, ему больше не нужно было знакомиться с картой. Звездная техника промежуточного происхождения он провел в общей сложности 10 дней. Продвинутая техника звезды происхождения он провел в общей сложности 20 дней. Что касается передовой техники и уточнения происхождения, он фактически использовал в общей сложности 30 дней. По мере того, как он становился сильнее, количество времени, необходимого для обучения увеличилось. К счастью, ему удалось освоить их все в течение двух месяцев. Такой скорости было достаточно, чтобы шокировать мир. Бах! 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 В его сознании послышался грохочущий звук. Когда он освоил эти три техники, появились три дополнительные новые карты. Имя. Предварительный метод уточнения начала оценка. Три звезды описания. Способный для того, чтобы улучшить качество энергии. Значительное уменьшение в энергопотреблении. Имя. Промежуточный метод звезды начала оценка. Три звезды описания. Следующий этап культивирования техники после происхождения перехода техники. Значительно увеличить плотность энергии и скорость восстановления. Немного улучшить качество энергии. Подходит для специализированных эсперов. Имя. Предварительный метод звезды начала оценка. Три звезды описания. Следующий этап культивирования техники после происхождения перехода техники. Значительно увеличить плотность энергии и скорость восстановления. Немного улучшить качество энергии подходит для специализированных эсперов. Неудивительно, что я провел так много времени, они все три звездочные карты. Сухо размышлял, обычно, техника происхождения звезды была бы полезна на специализированном уровне. Что касается среднего и продвинутого уровня, то они, вероятно, будут использоваться только на более поздних этапах. Я не прорывался в специализированный эспер, но уже освоил их все. Моя текущая энергия должна быть похожа на пик эспера. В сочетании с техникой уточнения происхождения, если я не рассматриваю качество, только количество моей энергии было достаточно, чтобы конкурировать с любым специализированным эспером. Чего не хватало, так это возможности. Сухо посмотрел на неторопливо летящую механическую птицу и равнодушно улыбнулся. В течение трех месяцев он зависел от этой механической птицы, чтобы доставить вещи, которые он заказал. Ну он должен был отдать ему должное за то, что он был быстрым и эффективным в доставке. Пришло время вернуться назад. Сухо улыбнулся, глядя на текст на виртуальном экране. Происхождение способности ассоциации имели комнаты, специализированные для интеграции происхождения характеристик препарата. Было сказано, что увеличило показатель успеха интеграции путем интеграции вашего таланта и препарата. Сборы составляли 1 миллион долларов за каждый час. Для Сухо такая возможность не должна быть упущена. Что касается семьи Сунь. Только что Чинь и Жань ответила на новость, что Сунь Батянь обсуждал вопросы с семьей Чинь, и это было довольно далеко от ассоциации способностей происхождения. Сухо вернулся, открыто. Когда он вошел через ворота, бесчисленное множество людей были потрясены. Черт, разве это не лидер организации охотников? Он на самом деле жив. Посмотрите на его ауру. Кажется, он еще сильнее. Разве семья Сунь не сказала, что он уже мертв? Хе-хе, даже Сунь Батянь не смог его убить. На этот раз будет хорошая драма, чтобы посмотреть. Эй, посмотри на этих двух членов семьи Сунь. Разве они не ошарашены? Толпа указала сюда и туда, прежде чем направить все свое внимание на этих двух членов семьи Сунь. Они получили приказ захватить любого члена организации охотников, который осмелился вернуться после бегства. Они ждали несколько месяцев, но безуспешно. Неожиданно, первый, кого они встретили, оказался лидером организации охотников, да оба. Что нам теперь делать? Оба посмотрели друг на друга и, наконец, приняли решение. Тащи. Им пришлось тянуть время до прибытия Сунь Батянь. После отправки сообщения семье Сунь, они оба подошли к Суха, да оба. Организация охотников уже распалась. Ты один осмелился встретиться со всей семьей Сунь? Если ты сдашься, Суха прошел мимо них, даже не беспокоя их некоторое время. Эта акция члену семьи Сунь принесла смех и столбы. Семья Сунь такая могущественная. Этот член семьи Сунь находился в унижении. С полным красным лицом он посмотрел на Суха, который только что проходил мимо него. Он больше не мог себя контролировать, он нанес удар. Оставайся здесь. Бах. Удар. Просто потрясающе. Этот удар был нанесен не членом семьи Сунь, а Суха. Член семьи Сунь вышла и хлопнул по стене. С брызгами крови он был мгновенно убит на месте. Оживленная толпа вдруг замолчала. Каждый, кто видел сцену, глубоко вздохнул. Несмотря ни на что, они бы никогда не подумали, что Даба на самом деле посмел убить кого-то на улице. Тем не менее, этот запах крови, казалось, сообщил им, что на самом деле произошло. Суха обернулся и холодно посмотрел на всех, прежде чем покинуть сцену. После того, как он ушел, только тогда толпа возобновила их обсуждение. Да, черт, убийство на улице, где находится полиция. Почему они не приезжают? Ты что, дурак? С силой Даба, как вы думаете, полиция сможет справиться с ним? В конце концов, это главные ворота города. Охранник даже не потрудился. Как это было высокомерно. Все начали горячую дискуссию и, наконец, посмотрели на капитана, который неторопливо подошел, Джоу Тиньцей. Джоу Тиньцей холодно посмотрел на мертвое тело члена семьи Сунь, прежде чем сказал, принимая инициативу атаковать заслуженная смерть. Даба просто защищался, он невиновен. Как такое могло случиться? Прошептал другой еще живой член церкви. Очень скоро, приказ от Сунь Батиня был выпущен для всех членов семьи Сунь. Обязательно остановите Даба. Просто приказ и вся семья направилась прямиком к Суха. За короткий промежуток времени Суха встретил десятки членов семьи Сунь. Бах, бах. Без каких-либо колебаний он убил двух членов на месте. С его нынешней силой иметь дело с начинающими эсперами было просто легкой работой без необходимости вспотеть. Вжух. Вжух. Казалось, что ноги Суха не остановились ни разу, когда он направился прямо к ассоциации способностей происхождения. По пути, каждый член семьи Сунь, которого он встретил, был убит одним ударом. Убив одного, они все равно продолжали атаковать. Убив пятерых, они стали безумнее. Тем не менее, после убийства 10 и 20 человек, члены семьи Сунь, наконец, успокоились. Столкнувшись с Суха, который был настолько властным, они были бы только жертвой. Абсолютная сила, показанная Суха, заставила их бояться. Никто не смел сделать шаг вперед. Члены семьи Сунь продолжали собираться вместе, но они могли только окружить Суха и не смели приближаться к нему. Таким образом образовалась чрезвычайно странная сцена. С Суха, действующим в качестве центра, в радиусе 5 метров, он был пуст перед кругом, сформированным членами семьи Сунь. Когда Суха отступал, они отступали. Когда Суха продвигался, они шли по пятам. Такая сцена, казалось, что они не перехватывали Суха, а защищали его. Такая странная сцена заставила толпу рассмеяться. Семья Сунь была настоящей катастрофой. Во время чрезвычайной ситуации все эти члены не знали, что делать дальше. Обычно это не может быть обнаружено, но в чрезвычайной ситуации, как это, это было кристально ясно. Если бы это были предыдущие члены семьи Сунь, они бы определенно напали, даже зная, что они умрут, чтобы отсрочить время. Если так, то, возможно, Суха можно было бы отложить до прибытия Сунь Батяня. Но с этими людьми, абсолютно нет. Таким образом, Суха случайно вошел в ассоциацию способностей происхождения и завершил процедуры, прежде чем заплатить стоимость за день. Бах! Вспыхнул фиолетовый луч. Наконец-то прибыл Сунь Батянь. Глядя на Суха, его глаза покраснели. Да-ба-бах! Мощный удар молнии полетел в сторону Суха. Аура из пера 6 уровня почти погрузилась в Суха, но Суха вместо этого смотрела на Сунь Батяня в насмешливой манере. Цзы-цзы. Прозрачный барьер внезапно активировался перед зданием. Атака Сунь Батяня сверху даже не смогла пройти барьер ни на один бит. Это пробудило всех. Это было происхождение способности ассоциации. Независимо от того, насколько силен был Сунь Батянь перед ассоциацией способностей гигантского происхождения. Он осмелился вызвать хаос здесь? Это происходит впервые. Персонал холодно предупредил Сунь Батяня. Если будет следующий раз, то семья Сунь больше не будет существовать в этом мире. Лицо Сунь Батяня стало уродливым. Суха ухмыльнулся. Семья Сунь действительно доминирует, как никогда. Хын. Сунь Батянь усмехнулся. Да-ба. Вы думаете, все будет хорошо, если вы спрячетесь в организации способности происхождения, ты сможешь прятаться вечно. Пытаясь прорваться в специализированный эспер, вы переоцениваете себя. На самом деле, Суха показал намек на улыбку. Как насчет сделки. Завтра, если мне не удастся прорваться, я готов сдаться добровольно. Если у меня получится, я хочу технику универсального происхождения, и мы оба будем сражаться. Что? Все были шокированы. Этот Да-ба. Его мозг был поврежден. Если он потерпит неудачу в своем прорыве, он был готов сдаться. Глава 280. Глава 0.280. Прорыв. Бах. Обстоятельства стали взрывоопасными, как только Сунь Батянь согласился на битву. Ставка на бой шокировала всех. Очевидно, Да-ба определенно собирался умереть в битве. Он либо провалит свой прорыв, либо успешно продвинется в специализированный эспер и умрет во время битвы с Сунь Батином. Сможет ли Да-ба одержать победу? Что за шутка? Даже если его прорыв будет успешным, это все равно будет битва эспера 1го уровня против эспера 6го уровня. Как их можно сравнивать? Даже самые элитные эсперы 5го уровня имели большой отрыв от эспера 6го уровня. Не упомянул он только 1го уровня эспер, Динь Дон. Пока все были в замешательстве, Суха вошел в здание. Персонал проводил Суха в его тренировочный зал. После того, как он вошел в тренировочную комнату, дверь закрылась. Его путь к прорыву начался. Он был безрассудным. Он никогда этого не чувствовал. В конце концов ему придется сразиться с Сунь Батином. Даже после его прорыва семья Сунь все равно придет убить его. Так как для него было невозможно правильно тренироваться, почему бы не уладить все сразу. Через 3 месяца жесткой подготовки он мог легко победить 6. Он мог даже конкурировать с теми эсперами 4го и 5го уровня. Если бы он мог успешно перейти на профильный уровень, его сила резко возрастет. В этот момент он был бы в сильнейшем состоянии, которого когда-либо достиг. Он был даже достаточно уверен, чтобы бороться против Сунь Батина. Тем не менее, это было при условии, что он сделал прорыв успешно. Суха оглядел так называемую тренировочную комнату. Повсюду был туман, как в сказочной стране. В середине номера был большой бассейн синей жидкости внутри. Уровень воды мог достигать шеи, если он сидел со скрещенными ногами. Он снял с себя всю одежду. Суха вошел в бассейн и сел со скрещенными ногами. Жидкость в бассейне заставляла его чувствовать себя крутым. Он выпил бутылку препарата и по телу пробежало тепло. Холодная и теплая энергия достигла равновесия, дополняя друг друга. Суха глубоко, вздохнул, открыл таинственное происхождение характеристики препарата. Пить его залпом. Гудонг. Раздражающее чувство прошло через горло и в его тело. Бах! Энергия в его теле зажглась. Это было похоже на бомбу, брошенную в вулкан. Он взорвался внутри тела Суха, и ужасающая энергия вышла из-под контроля. Суха почувствовал сильную боль в груди, и его вырвало кровью. Больно. Очень больно. Сильная энергия наполнила его тело. Время от времени энергия переключалась с холодной на горячую. Иногда она появлялась на поверхности кожи, иногда уходила в костный мозг. Это было такое ужасное чувство, что Суха, возможно, не сможет выдержать. Однако Суха слегка нахмурился. Терпи это. Было бы большое вознаграждение на границе смерти. Когда он использовал тело черного рынка, усиливая лекарства, он испытал границу жизни и смерти. Такая боль заставила его продолжать думать о сожалении во время процесса. Напротив, он даже не признал боль, которую он испытывал прямо сейчас. Встань. Лекарство сплавления начало действовать. Он обошел его тело, чтобы нейтрализовать холодную и горячую энергии. Боль начала ослабевать по мере того, как три типа энергии начали смешиваться друг с другом. Бах. Разум Суха полностью опустел. Он позволил энергии свободно циркулировать в его теле. Бах. Бах. Звук ломающихся костей можно было услышать из тела Суха. Его костная структура была настолько хрупкой, что не могла поддерживать три типа энергии, циркулирующих вокруг его тела. Минимальное требование физической подготовки, чтобы стать специализированным эспер. 400 баллов. Вспомнив о прорывном требовании, Суха, наконец, понял его. Если бы его физическая подготовка была недостаточно сильна, он бы даже не выдержал изменения энергии внутри своего тела. Вжух. Внезапно его взгляд изменился, и Суха, казалось, потерял сознание. Его взгляд мерцал. Когда Суха проснулся, он был удивлен сценой перед ним. На темном небе были звезды, земля и небо были перевернуты. Это и есть мир разума. Движение разума Суха. В его голове накопилась энергия и появилась модель персонажа. Суха удивленно посмотрел на него, не так ли? Бах. Как только модель была построена, она начала атаковать Суха. Суха был шокирован и неосознанно хотел избежать атаки. Тем не менее, он понял, что его сила была настолько слаба в данный момент. Бах Суха был выгнан в одиночку. Синхронное воспроизведение. Активируй. С 360 градусов зрения, все вокруг было в поле зрения Суха. Суха. Глядя внутрь своего тела, Суха с удивлением обнаружил, что его тело состоит из особого типа энергии. Эта сила Суха вдруг кое-что понял. Это моя новая способность. Между тем, модель персонажа впереди. Это моя первоначальная способность. Поскольку энергия внутри его тела изменилась, первоначальная способность его тела сопротивлялась. Чтобы продвинуться и стать специализированным эспером, он должен был устранить свою первоначальную способность. Это был последний шаг. О, понятно. Суха сказал. Позволь мне увидеть разницу между моей первоначальной способностью и моей новой. Вжух. Суха приземлился на землю и развернулся для контратаки. Бах. Бах. Удар за ударом. Они били друг друга физически. Энергия содержалась в каждом ударе. Это было самое фундаментальное использование энергии. Энергетическая способность новой способности была настолько мала, что она даже не превышала тысячи его первоначальной способности. С тем, как высоко было потребление его предыдущей способности, это был просто способ убить себя. Тем не менее, после двух раундов сражений, Суха с волнением обнаружил, что не так много потреблял его энергии. Потребление было намного меньше по сравнению с его первоначальной способностью, почти один из 100 первоначального потребления. Сравнивая оба соотношения, хотя Сухая был слаб сейчас, это должно быть эквивалентно 10% его первоначальной силы. Что-то, что возбуждало Сухая больше было то, что его первоначальная способность ослабевала, в то время как его новая способность усиливалась. Бах-бах, энергия их борьбы окружала их. Низкое потребление его новой способности заставило Сухая использовать свое умение, не беспокоясь о его энергетических возможностях. Со временем он получал большие преимущества. Бах-бах, атаки Сухая стали намного более гладкими. Он наслаждался этим тем более, что он воевал. Наконец у него был способ снять стресс после нескольких месяцев тренировок. С течением времени его действий становились все более плавными, пока его модель персонажа больше не могла конкурировать с ним. Энергетический уровень его модели персонажа снижался, в то время как сам Сухая становился сильнее. Боевые точки, взрыв-бах. После серии комбо, Сухая наконец выпустил накопленную энергию. Сила была направлена на его модель характера. Бах. Его модель персонажа была уничтожена. Она исчезла. Сухая. Энергия начальной способности высвобождалась и поглощалась, превращаясь в новую силу для его новой способности. До сих пор вся энергия в его теле успешно трансформировалась. Сделано. Широкий луч света появился перед Сухая. Он ступил на луч и покинул мир разума. Однако, когда Сухая ступил на луч, сцена снова изменилась. Он был на чертовом поле сейчас. Было много людей и монстров, которых Сухая ранее убил. Они двигались вокруг кровавого поля перед Сухая, как будто пытались напасть на него. Уходите отсюда. Сухая закричал и напал на них. Вы все мертвы. Не пытайтесь напугать меня. Если я смогу убить тебя в первый раз, то я не буду против убить тебя снова. Такие психологические препятствия эффективны против тех, у кого слабая психика. У меня такой сильный склад ума, как это может быть психологическим препятствием для меня. Идите к черту. Бах. Бах. Сухая не переставал двигаться. Он убивал все на своем пути, пока не добрался до другой стороны. Затем он начал чувствовать себя спокойно и комфортно. Мгновение спустя он вернулся в свое тело. Вжух. Сухая открыл глаза. Он чувствовал, что мир стал другим. В его теле не было даже капли энергии. Он был совершенно пуст. Где моя энергия? Сухая двигался подсознательно. Бах. Сильная энергия в его теле вспыхнула и полетела обратно к Сухая, как сильное течение реки. Сила создавала волны, ударяясь о стены тренировочного зала. Кирпичные стены должны были противостоять энергии, но волны, созданные Сухая, сделали бесчисленные трещины в стенах. Бах. Другой вид энергии щелкнул. Жидкость внутри бассейна вокруг Сухая кипела, заставляя кипящую жидкость расширяться в сторону его окружения. Однако, сила энергии прокатилась через жидкость. И удивительно, вся жидкость исчезла. Бах. Когда последнее извержение закончилось, энергия в его теле была полностью поглощена. Сухая медленно встал. Линии его мышц оказались более очевидными и красивыми. Он махнул рукой, и все в комнате превратилось в беспорядок. Он чувствовал себя очень сильным, как будто все было под его контролем в этот момент. Энергия в его теле полностью изменилась. Исходные характеристики препарата были полностью израсходованы. Сухая, наконец, понял, что было главной функцией этого препарата, чтобы минимизировать потребление энергии. Да, это лекарство, которое было сделано ученым-аптекарем, было не увеличить нападение, оборону, или даже совместимость талантоспособности, но повлиять на энергопотребление. Это было не очень полезно для других талантов-способностей. Однако, для Сухая, это был божественный навык. Насколько я сейчас силен? Глава 281. Глава 281. Подарок в маленькой коробке. Бах. Устройство затишья. Начало реагировать. Начало оценки способностей. Начало. Данные по прочности. Восстановленные данные. Пожалуйста, держитесь. Пожалуйста, встаньте в области измерения. Пожалуйста, двигайтесь в соответствии с тем, что указано устройством. Пожалуйста, лицом к лицу с данным направлением. Пожалуйста, извергните свою самую сильную силу. Статистика данных завершена. Проверка данных завершена. Оценка способностей происхождения завершена. Происхождение способности. Уровень 3. Эспер. Количество энергии. Эспер. 9. Го. Уровня извержения энергии. Эспер. Уровня 1. Общая прочность. Эспер. Уровня 3. Уникальная способность. Специальная реорганизация энергии, делая молекулы энергии более стабилизированными. Когда вы потребляете энергию, это будет только 1% от вашей обычной нормы потребления. У меня это получилось. Ха-ха. Суха посмотрел на результат в шоке. Его количество энергии достигло 9го уровня. Существование происхождения утонченности позволило его энергетическому качеству совершенствоваться еще больше. К тому времени его потребление энергии сократится в десятки раз. Существование его уникальной способности даже пошло еще дальше в сокращении его энергопотребления. Это означало, что потребление энергии Суха сейчас было настолько низким, что никто не мог в это поверить. Теперь у него был богатый энергетический потенциал, и весьма низкий тариф в потреблении энергии. Модели, которые Суха мог установить, превзошли его воображение с огромным отрывом. Это была огромная веха в развитии. Бесконечная энергия. В сочетании с его божественной 5-звездочной реальностью иллюзией, он будет непобедим даже перед лицом Суньбатян. «Наконец-то я могу защитить себя». Суха вздохнул с облегчением. Его всегда встревоженный ум наконец-то мог расслабиться. Каждый раз, когда он сталкивался с Суньбатином, он должен был быть на чеку, так как не мог допустить ни одной ошибки. Просто небольшая неудача, и это будет за пределами его искупления. Уровень 3 эспир сухо быстро взглянул на данные. Этот прибор, который измерял энергетические данные, был только самым основным. После входа на специализированный уровень ваша способность происходения будет иметь все виды уникальных особенностей. Пока один из них извергал вашу энергию, которая была интегрирована с уникальной способностью, можно было почти отличить силу других. Глядя на часы, было 20 часов. Еще 4 часа оставалось до дуэли с Суньбатином. Суха осторожно активировал свое устройство связи. После отправки сообщения он безразлично улыбнулся. Оставаясь в комнате, он начал знакомиться со своей вновь обретенной силой. Снаружи здание неба уже стало ярким. Члены семьи Сунь уже прибыли. Блокируя все 4 угла, чтобы Суха был захвачен ими, если он попытается сбежать. И Суньбатянь он стоял там, ожидая, когда Суха выйдет. Бесчисленное множество людей прибыли сюда рано утром, чтобы насладиться оживленной атмосферой. Согласно сделке, к полудню Суха выйдет. Для этих людей возможность лично увидеть, как один из четырех гигантов делает свой ход, было очень ценным опытом. Что касается Суха, его долгое время игнорировали. Если бы он использовал свою собственную личность как Суха, возможно это могло бы привести к экстренным новостям, или он мог бы даже стать легендой, о которой будут рассказывать будущим поколениям. Тем не менее, его личность как Даба, казалось, не было ничего удивительного. Суньбатянь спокойно сидел в чайной напротив ассоциации способностей происхождения. Сделав глоток чая, атмосфера казалась довольно расслабляющей, но вскоре он был поражен, потому что увидел человека. Человек, который несмотря ни на что не должен появляться здесь, Чиньи Жань. Даже семья Чинь здесь, Суньбатянь нахмурился. Его фигура мелькнула, когда он выбежал. Чиньи Жань, спросил Суньбатянь, глядя на Чиньи Жань, которая шла к ассоциации способностей происхождения. Здравствуйте, дядя Сунь. Чиньи Жань был вежливо, как всегда. Вы здесь, чтобы посмотреть? Суньбатянь что-то заподозрил. Нет. Чиньи Жань равнодушно покачала головой. Моя сила достигла своего предела. Я здесь, чтобы посмотреть, есть ли какие-то особенные травы, которые могут быть полезны. Однако, здесь, кажется, довольно оживленно, что случилось. Ничего. Суньбатянь покачал головой. Просто маленький клоун. Здесь ни о чем беспокоиться. После того, как вы уладите свое дело, уходите отсюда быстро. Здесь может быть хаотичная ситуация. Не позволяй отцу волноваться. Хорошо, дядя Сунь. Чиньи Жань вежливо улыбнулся перед входом в здание. Суньбатянь закрыл глаза на Чиньи Жань. Его сердце было наполнено сомнениями, так странно, почему Чиньи Жань здесь в этот момент. Это из-за его сына она была здесь, чтобы создать проблемы. Независимо от того, как сильно он думает, он мог думать только об этой причине. Что касается Чиньи Жани да оба. Несмотря ни на что, Суньбатянь никогда не будет считать их связанными. В конце концов, они никогда раньше не встречались. Плюс, как могла девушка знать такого человека, когда оба, в данный момент, в ассоциации происхождения способностей, Чиньи Жань сладко улыбалась, когда она сидела рядом с Сухоа, слушая последние события. Оба они имели их сладкое время в течение довольно долгого времени, прежде чем вынимать таинственный темно-синий ящик из своего рюкзака. Вжух, глаза Сухоа сосредоточились на нем. Таинственный ящик. Это подарок, оставленный его отцом. До сих пор он не знал содержимое этой коробки. Ранее, когда его изначальная способность составляла 10-8 очков, он пытался открыть ее, но все было напрасно. Независимо от того, сколько силы он приложил, он все еще пытался открыть коробку. В то время Сухоа подумал об этом. Возможно, проблема была не в его силе? Возможно, только после его прорыва в специализированный эспер и обладание уникальной способностью можно было открыть коробку. Таким образом, с тех пор Сухоа хранил эту вещь на своей полке. Но сейчас, он стал специализированным эспером, и настало время посмотреть, что было содержимым внутри коробки. Вот почему он послал сообщение вчера Чини Жань. Поскольку Чини Жань успела доставить его сюда, Сухоа тоже почувствовал облегчение. Что это такое? С любопытством спросил Чини Жань. Я не уверен. Сухоа покачал головой. Мы узнаем, как только он откроется. С несколькими предыдущими опытами, Сухоа также хорошо разбирался в своей коробке. Он нажал большим пальцем на среднюю часть таинственного узора на коробке. Проверка отпечатков пальцев. Проверка отпечатков пальцев завершена. Обнаружение способности происхождения требования выполнено. Открытие успешно. Кача со звуком коробка на самом деле медленно открывалась. Наконец-то я смог его открыть. Сухоа был так взволнован, что ему пришлось контролировать себя. В конце концов, это было что-то оставленное его отцом. Кто именно был его отцом? Какая у него была личность? Какова была его реальная сила? Сухоа очень хотел знать все это. Чинижань также была любопытна, когда она стояла рядом с Сухоа. Кача таинственная коробка открылась. Чинижань была приятно удивлена. Сухоа тоже был ошеломлен. Глядя на таинственную коробку внутри, она была практически пусто. Только посередине была обычная карта. Что это такое? Чинижань была ошеломлена. Сухоа не ответил ей, потому что был ошеломлен. Этот предмет, он был с ним знаком. Разве не эта карта заставила мутировать его анализ моделей? Он почти думал, что неправильно все понял. Это таинственная карта. Именно эта карта изменила его судьбу. Именно эта карта заставила его пройти путь Эспера. Он всегда думал, что это был какой-то предмет, ограбленный каким-то убийцей, который был случайно полученным. Но глядя на это прямо сейчас, должна быть какая-то проблема. Или, возможно, этот предмет все это время принадлежал его отцу? Если да, то как он случайно его получил? Сухоа начал размышлять. Возможно, в тот раз кто-то помог ему тайно, чтобы он мог получить эту карту? Такая загадочная карта, почему они не использовали ее на себя? Какова была личность его отца? Ум Сухоа прямо сейчас был в замешательстве. Он думал, что это будет сильный артефакт Нита или мощная техника культивации, но он никогда не думал, что это будет карта в коробке. Через мгновение он смог успокоиться. Независимо от того, что было правдой, что было более важно, так это то, как появление этой карты прямо сейчас повлияет на него. Этот пункт Сухоа нежно прикоснулся к ней. Хуа ослепительный свет вспыхнул. Это была та же ситуация во время его первой встречи. Эта карта была спокойно поглощена телом Сухоа. Бах! Таинственная аура окутала окрестности Сухоа. Чинижань, которая не смогла подобраться близко, была изолирована лучом света радиусом в несколько метров. Что случилось? Огромные глаза Чинижань были полны беспокойства. Сухоа просто стоял на том же месте, закрыв глаза. Раньше, когда он получал карту, он ничего не знал, но теперь он чувствовал, как карта входит в его тело и медленно проникает в глубину его ума. Бах! Таинственная карта упала с неба. Просто так это было теперь в глубине его разума. Со светящимся синим светом карта начала вращаться, заставляя всевозможные синие световые лучи рассеиваться. Таинственная карта в конце концов распалась на куски, превратившись в бесчисленные синие снежинки, прежде чем исчезла без следа. Сухоа был смущен. Я с ним просто так. Интеграция второй карты была такой же, как и в первый раз. Тихо войдя в его тело через ладонь, а затем исчезла. Открыв глаза, Сухоа покачал рукой. Казалось, ничего не изменилось. С тобой все в порядке. Чинижань волновалась. Ничего. Сухоа держал ее за руку, чтобы она не волновалась. Эта карта. Чинижань все еще сомневалась. Глава 282. Глава 282. Сухоа преобразования. Энергетическая модель. Анализ модели. Старт. Вжух. Ослепительный синий свет ослепил окружающих. Взгляд Сухоа был по-прежнему таким же, как всегда. Ничего особенного не было. Таинственная карта, казалось, не имеет никакого влияния на него. Модель была по-прежнему живой, как никогда. Потребление энергии осталось прежним. Использование техники его происхождения не изменилось. Что именно ты мне принесла? Сухо успокоился и вспомнил появление первой карты. То, что эта таинственная карта принесла ему, казалось жизнью. Правильно, жизнь. Или это тоже можно назвать свободой. Его предыдущий анализ модели мог выполняться только как жесткая модель. Однако, поскольку мутация вызвана таинственной картой, все его модели, казалось, достигли жизни, и он больше не ограничивался неживыми моделями. Он мог бы создать живую модель прямо сейчас. В своем модельном мире он, казалось, мог разделять живых и неживых моделей. Именно из-за этого он смог разработать 2D-отображение и другие навыки. Благодаря существованию живых моделей он смог открыть иллюзорную реальность. Благодаря живым моделям он смог проводить симуляции для своих экспериментов. Из-за живых моделей он мог читать карты навыков от других людей. Именно из-за живых моделей его холодные модели, казалось, ожили. Без сомнения, первая карта принесла ему жизненную силу. Тогда как насчет второй карты, Сухо начал строить обратные предположения. В чем была самая большая слабость его мутировавшего модельного анализа? Задумавшись на мгновение, Сухо получил ответ очень скоро. Способность происхождения. Это было не потребление энергии, не качества, а создание способности происхождения. В теории, модели анализа, умение создать модели, он сможет создать любую модель. Он был в состоянии создать все виды моделей, от живых до неживых вещей, но не модели происхождения. Независимо от того, сколько раз он пытался, всякий раз, когда он достигал последнего шага, чтобы установить способность происхождения, он застревал, потому что он не мог установить исходную модель цели. Если бы для него не было модели, он был бы беспомощен в ее анализе. Если он не смог проанализировать, то он не сможет понять. Таким образом, всякий раз, когда он сталкивался с какой-либо странной способностью происхождения, он страдал. Фактически, его модельный анализ все еще находился на стадии начинающего эспера. Против этих специализированных шпионов со всеми видами магических способностей это было совершенно бесполезно. Если да, то, эта карточка. Глаза сухо загорелись. Затем он посмотрел на Ченни Жань. Анализ модели. Старт. Моделирование персонажей. Вжух. Появилась модель персонажа Ченни Жань. Бесчисленные карты плавали вокруг нее, и одна из них, которая принадлежала ее таланту способности, была так ярко освещена. Могу ли я прочитать его сейчас? Сухо был так взволнован, что едва мог контролировать себя. Чтение карт. Вжух. День ошибка чтения карт. Как будто его облили ведром холодной воды, в результате чего все его прежние волнения рассеялось. Хотя карта была яркой, он все еще не мог ее прочитать. Я не могу его прочитать. Сухо начал размышлять. Почему я не могу? Способности таланта отличались от обычных навыков. Каждый будет интегрироваться со своим талантом способности один раз в жизни в то время как в средней школе. Даже если он смог прочитать чей-то талант, ему все равно нужно было убедиться, что он совместим с ним. Вот почему он не мог просто прочитать открытку. Но что если я не читаю, но только хотите его проанализировать? Что, если я построю только модель происхождения на ее основе? Сухо осмотрел на таланты холодных способностей и двигался умом. Происхождение модели. Установить. Хуа. Многочисленные лучи света рассеялись. В мире моделей бесчисленное количество энергии начало накапливаться, так как информация о карте медленно анализировалась. В модельном мире создается полная модель происхождения высотой 10 метров. Одна строка. Две строки. Образовались многочисленные энергетические линии, которые затем создали трехмерную энергетическую картину. В центре рисунка он мог ясно видеть маленький ледяной кристалл. Даже с нынешним ужасающим количеством энергии сухо, он фактически потреблял большую ее часть. Это показывает, сколько энергии ему пришлось потратить, чтобы создать эту модель. Даже обычный эспер 9 уровня не мог поддерживать такое потребление. Вскоре была создана модель происхождения. В мире моделей эта огромная модель выглядела такой живой и ослепительной. Это был узор, образованный сотнями кристаллов льда, которые были сформированы из кристаллических линий льда. Это была так называемая модель легендарного происхождения? Это временная модель или постоянная? Сухо быстро взглянул и вскоре получил ответ. Это была постоянная модель. Однако она принадлежала к уникальному виду постоянной модели. Эта огромная модель была привязана к этому миру моделей, так что никаких изменений не могло быть сделано. В противном случае, даже дополнительной пыли в мире моделей было достаточно, чтобы мгновенно свернуть эту огромную модель. Сухо немного поэкспериментировал, уничтожив карандашную модель в своем модельном мире. Бах! Исходная модель свернута. В модельном мире он создал постоянную модель стола. Бах! Модель происхождения рухнула. Сухо попытался создать модель персонажа. Удивительно, но модель происхождения не была затронута. Немного подумав, Сухо начал понимать, модели происхождения были построены путем подключения к миру моделей. Только постоянные модели мира влияют на него. Временные модели не имели никакого эффекта. Другими словами, после того, как модели происхождения установлены, модельный мир больше нельзя трогать. Сухо наконец-то закончил. Тогда, какое значение имела модель происхождения? Основываясь на результатах анализа модели, Сухо понял суровую истину, что он не сможет прочитать карту. Вын Сухо осторожно щелкнул запястьем, и намек на энергию можно было почувствовать в его руке. Не можешь? Сухо нахмурился. Он снова активировал свою энергию. На этот раз, под его руководством, его энергия пошла к огромной модели происхождения в его модельном мире. Сухо, когда его правая рука мягко двинулась, ледяной кристалл появился в его ладони. Было так холодно, что это повлияло на его кости, в результате чего окружающая температура упала на несколько градусов Цельсия. Чини Жань широко раскрыла глаза и рот от удивления. Это, как это может быть, вжух. Сухо осторожно пошевелил правой рукой. Холодный свет вспыхнул из его руки, в результате чего комната мгновенно покрылась синим льдом. Конечно же, глаза сухо были полны волнения. Так вот как можно использовать модели происхождения, как трансформер. Хотя у него не было таланта, чтобы интегрироваться с ним, когда модель происхождения была полностью создана. Она была похожа на трансформатор, меняя всю энергию, проходящую через модель, чтобы иметь аналогичный атрибут. Так как эта модель была построена на основе таланта ледяной способности Чини Жань, она стала трансформатором водной стихии. До тех пор, пока эта модель происхождения оставалась в его мире моделей, он мог свободно использовать любой талант, связанный с водными элементами. И что было самое интересное, что после анализа модели, до тех пор, пока техника происхождения использовалась ранее оригинальными пользователями, она будет выгравирована в модели происхождения. Что именно происходит? Чини Жань спросил в изумлении. Модель сухо улыбнулся. Я построил твою модель происхождения, поэтому я могу имитировать ваши атаки. Тем не менее, из-за преобразования энергии и создания модели, я должен использовать более чем в 10 раз больше энергии, чем вы используете. Кроме того, из-за ограничений модели, я могу имитировать только по одному. 10 раз Чини Жань ответила. Такой огромный расход. Если бы у меня было в 10 раз больше моей текущей энергии, я мог бы улучшить свою силу с большим отрывом. Это вообще не стоит того. Для меня энергия не проблема. Сухо, наконец, смог сказать такие слова, не беспокоясь. Как насчет того, чтобы немного побороться? Хорошо. Чини Жань, казалось, заинтересовался его новой способностью. Окружив ее руки, многочисленные ледяные кристаллы появились и направились к Сухо, чтобы окружить его, прежде чем они разорвались. Сухо был ошарашен. Брейк. Бах. Бесчисленные кристаллы льда были уничтожены на месте Сухо. Кристаллы льда вспыхнули в его руки. Относительно этой техники происхождения, он был слишком сведущ в ней. Сю. Сю. Будь осторожен. Чини Жань немного напомнила ему. В воздухе, несколько метров длинных ледяных кристаллов были направлены на него. Сухо равнодушно улыбнулся, и те же кристаллы льда из его руки вылетели. Бах. Бах. Многочисленные кристаллы льда столкнулись в воздухе, производя ослепительный свет. Чини Жань стиснула зубы. Огромный ледяной лотос расцвел в воздухе, каждый лепесток тихо упал и превратился в лезвие, которое помчалось к Сухо. Встань. Сухо все еще выглядел спокойным. Тот же ледяной лотос появился перед ним. Бах. Это все равно было противостояние тех же техник. Комната, казалось, была покрыта кристаллами льда. Сухо быстро заметил что-то не так, его фигура вспыхнула, и он быстро поймал Чини Жань. Предыдущее место, где она стояла, теперь было пронизано многочисленными кристаллами льда. Напугал меня до чертиков. Чини Жань закатила глаза. Ты так смеешь даже напасть на меня. Это был несчастный случай. Сухо смущенно почесал голову. Я совсем недавно совершил прорыв и стал специализированным эспером. Я не ожидал, что моя энергия будет такой мощной. Ты Чини Жань указал на лоб перед тем, как идти на цыпочках, чтобы поцеловать его. В любом случае, это здорово, что твоя сила продолжает улучшаться. Мне больше не придется беспокоиться о тебе в будущем. Вступительные экзамены в колледж также становятся ближе. Кажется, что для меня тоже настало время прорыва в специализированный эспер, иначе вам будет грустно остаться позади. Дурочка моя. Сухо коснулась ее головы. В прошлый раз ты позволил мне пережить такую огненную ночь. На этот раз, хи-хи, я тоже могу сделать то же самое. Хи-я. Глава 283. Глава 0-283. Сегодня. Я хочу, чтобы ты умер. В городе Цзянхэ был солнечный день. Никогда прежде он не был так переполнен ассоциацией способностей происхождения. Почти все силы в городе Цзянхэ были здесь. Они были здесь по той же причине, делая ставки на битву между Даба и Суньбатином. Это был пиковый начинающий эспер против специализированного эспера 6 уровня. Многие из толпы громко рассмеялись. Пока кто-то был в здравом уме, они в основном знали, кто победит. Однако была ли для них важна концовка? Нет. Вместо заботы о результате, все больше беспокоились о двух главных героях, Даба и Суньбатяне. Суньбатянь был одним из четырех гигантов в городе Цзянхэ, а Даба был новым лидером организации охотников. Видимо, у него была поддержка таинственной организации. Возможно, Даба сможет победить. Все были взволнованы. Прошло много времени с тех пор, как семья Сунь стала одной из главных сил в городе Цзянхэ. Все они с нетерпением ждали каких-то изменений, неважно, хороших или плохих. Однако, учитывая разницу в уровнях между ними, все чувствовали себя беспомощными. Такой огромный разрыв. В то время как все силы были собраны, включая трех других гигантов, что-то интересное происходило перед ассоциацией способностей происхождения. Эй, подойди и посмотри. Мы заключили пари на эту битву. Ставка на победу Суньбатяня, шансы 1 к 0 1. Ставка на победу Даба, шансы 1 к 10. Ставку на ничью, шансы 1 к 5. Молодой человек выкрикивал ставки всем подряд. Все они мили, глядя на него в форме персонала Ассоциации способностей происхождения. Поспеши и сделай свою ставку. Сейчас почти полдень. После этого ставки закроются. Толпа бросилась к молодому человеку, чтобы сделать ставки. Очевидно, они все ставили на победу Суньбатяна. Кому не нужны такие легкие деньги, можем ли мы прогнать его? Суньбатян нахмурился и сказал. Мы не можем. Экономка Джан была напряжена. Он горько улыбнулся и сказал. Он способность Ассоциации сотрудников происхождения. Мы не имеем права прерывать. Тогда сделайте ставку в 100 миллионов долларов. Суньбатян сказал. Раз он осмелился бросить вызов семье Сунь, мы сделаем его банкротом. Бах. Когда была сделана ставка в 100 миллионов, все сошли с ума. Однако, заметив, что шансы на победу Суньбатяня ничуть не уменьшились, все бросили сделать ставки. Молодой человек, который предложил ставку, улыбнулся и, похоже, не планировал корректировать шансы. Когда все сделали свои ставки, в общей сложности было более 500 миллионов долларов. В то же время, редко кто ставил на победу Даба. Если победит Суньбатянь, этот молодой человек должен будет заплатить 50 миллионов долларов. Это была огромная сумма. Молодой человек просто улыбнулся и посмотрел на часы. Скоро начнется. Все подсознательно смотрели на время на своих устройствах связи. 11.58. Осталось 2 минуты. В этот момент Даба даже не закончил свое продвижение. Будет ли он бежать прочь? Прошептал кто-то. Этого не произойдет. Думаешь, семья Сунь его отпустит? Кто-то еще усмехнулся. Входную и заднюю дверь ассоциации способностей происхождения охраняли люди из семьи Сунь. Даба невозможно убежать. Не завершая своего продвижения в данный момент, я думаю, что он потерпит неудачу. Ха-ха. Это бесполезно, даже если он сможет продвинуться. Учитывая ненависть между семьей Сунь и организацией охотников, он будет убит, даже если ему удастся прорваться. Он был сумасшедшим, чтобы бросить вызов семье Сунь в таких условиях. Да, разрыв слишком велик. Пока все обсуждали друг с другом, Сунь-Батянь спокойно сидел, глядя на свой таймер. Одна минута. Тридцать секунд. Двадцать секунд. Десять секунд. Юргу. Послышался легкий звук шагов. Глаза Сунь-Батянь загорелись, и он сосредоточил свое зрение на этом человеке. Это был Даба. Бах. Человек вышел из ассоциации способностей происхождения. У него было крепкое тело в сочетании со страшным лицом. Его сильная аура яростно распространялась вокруг, заставляя толпу едва дышать. Он вышел на улицу. Такая аура, боже мой. Он сделал свое продвижение. Все не могли в это поверить. Было много эсперов, которые пытались слиться с исходным наркотиком. Однако лишь немногим из них удалось продвинуться на специализированный уровень. Вероятность успеха составила менее 0,01%. Тем не менее, Даба сделал это. Выражение лица Сунь-Батянь было не таким устойчивым, как раньше. Он мог видеть больше, чем другие, и он видел эспера триго-уровня. После продвижения он мог достичь три уровня сразу. Неудивительно, что Даба мог убить Шисянь, когда он был еще на пике начинающего эспера. Тем не менее, он не волновался из-за этого. Этого было недостаточно, чтобы бросить ему вызов. У тебя большой талант. Сунь-Батянь уставился на Даба. Ты уверен, что хочешь сражаться со мной? Если вы готовы присоединиться к нам, мы можем забыть обо всем, что произошло. Ты будешь самым сильным человеком в семье Сунь, кроме меня. Присоединиться к вам, Суха улыбнулся, не давая ответа. Он спокойно оглядел толпу и был ошеломлен, когда увидел кого-то, кто был на удивление там, Бай Сиашин. Это тот молодой человек, который начал ставку перед Ассоциацией способностей происхождения. Он был одет в штатную униформу происхождения способности Ассоциации. «Черт, ты думал, что я не смогу тебя узнать?» Бай Сиашин заметил взгляд Суха и подмигнул ему. Суха был шокирован. Его удостоверение? Суха яростно смотрел на него. Затем он оглянулся на Сунь-Батянь. «Где это я просил присоединиться к вам?» Сунь-Батянь прищурился и сказал. «Домработница Чжан, отдай ему вещь». Вжух. Две книги были брошены в Суха. Толпа шагнула назад и оставила для них десятиметровое поле. Они знали, что как только Суха принял две техники универсального происхождения, это означало, что пари между ними двумя начнется. Па Суха взял две книги и открыл их, чтобы пролистать. Сунь-Батянь усмехнулся. Он знал, почему Даоба запросит такие навыки. Согласно информации, талант Даоба был укреплением тела, талант, который не имел каких-либо специальных атакующих навыков. Поэтому в бой он мог использовать только техники универсального происхождения. Эти две книги были бесценны, но что с того? Было очень трудно освоить техники универсального происхождения. Цайлу потратил несколько месяцев, чтобы узнать технику горной катастрофы в прошлый раз. Два навыка, которые были даны Даоба, были продвинутыми техниками, которые даже Цайлу не успел выучить перед смертью. Независимо от того, насколько талантлив Даоба, он должен был потратить по крайней мере несколько месяцев, чтобы овладеть ими. У него могли быть книги навыков, но у него не было бы шанса их использовать. В конце концов, две книги навыков были приманками. Приманки, чтобы убить Даоба, Суха легко прочитал две книги умений, два универсальных метода происхождения, горный скрип и разделение воды. Он уже освоил горный прорыв, который был мощным ударным навыком. Произведенная сила может даже разрушить гору. Между тем, разделение воды требовало точного контроля энергии для того, чтобы отрезать поверхность воды с острой энергией. Вжух, пока он листал книгу, в голове Суха был персонаж. Благодаря его сильным аналитическим и иллюстративным способностям персонаж овладевал ключом водного раскола. Один раз, два раза, десять раз, в течение мгновения персонаж был проиллюстрирован бесчисленное количество раз, в то время как мастерство разделения воды продолжало расти. Через некоторое время послышался легкий звук. Сильная атака почти поразила его разум. Вода разделилась. Завершено. По Суха закрыл две книги и сохранил их. Он посмотрел на Сунь Батиня и сказал. Президент Сунь, вы сдержали свои обещания. Эти две книги умений реальны. В этом случае я тоже должен сдержать свое обещание. Сунь Батянь, посмеешь сразиться со мной? Осмелитесь сразиться со мной? Бах. Суха повторил эти слова с криком. Суха имел вокруг себя ауру, демонстрирующую его необыкновенную уверенность. Какая сильная аура. Сунь Батянь стал серьезным. Такая аура не была слабее его. Был ли Даоба действительно кем-то, кто только что перешел в специализированный эспир? Бах. Бах. Когда сухо вышел, энергия вокруг двигалась вместе с ним. Звук извержения потряс всех. Вода переполнит, когда контейнер заполнится. Это обстоятельство произошло потому, что его энергия была переполнена. Обычно он появляется только у кого-то на пике специализированного уровня эспира. Как могло быть, что Даоба демонстрировал такие обстоятельства? Все пошли совершенно молча. В этот момент все поняли, что они не должны измерять Даоба-охотника нормальным масштабом. Бах. Другая аура была поднята в небо. Это была аура от Сунь Батянь Аспира 6 уровня. Две силы импульса столкнулись друг с другом. Это была ничья. Карп в озере превращался в дракона, когда были ветра и облака. Бах. Аура Сунь Батянь была полна фиолетовых молний, которые время от времени сияли. Его аура была подобна изящной и гордой кобре. Между тем, аура Сухаа была полностью светло-золотой. Она казалась слабой, но обладала сильным упорством. Битва аура казалась ничьей. Бах. Бах. Столкновение ауры между ними вызвало землетрясение в их окружении. Ха-ха-ха-ха. Сухаа засмеялся. Его качество энергии было слабым, но что с того? У него было количество энергии, эквивалентное из первых девять уровня, что позволило ему конкурировать непосредственно с Сунь Батином. После долгих усилий он наконец-то смог бороться против Сунь Батиня. Честно и справедливо. Глава 284. Глава 0.284. Битва. Полная неожиданностей. Бах. Сухаа сделал еще один шаг и извержение энергии раздалось. Вода разлилась? Нет. Это не так. Так как он завершил технику звезды продвинутого происхождения, будучи еще новичком эспером, у него все еще оставалось 10% энергии происхождения остатков от преобразования. Когда эта 10% энергия сопровождала его окружение, она рассеивалась все время. С каждым его движением в этот момент энергия вспыхнула и превратилась в бесконечную ауру. Такая внушительная аура. Неукротимо двигаемся вперед. С каждым шагом он приближался к Сунь Батину. Аура вокруг Сухаа становилась все плотнее и плотнее. Это ошеломило всех. Для кого-то, кто только что прорвался к специализированному эсперу, как можно было достичь такого подвига. Только Сухаа ясно знал. Он терпел вещи слишком долго. Поскольку его способности были слабы, он делал каждый шаг постепенно. Каждый его шаг был очень трудным. Несмотря на то, что он, наконец, пошел по пути эспера, если это займет слишком много времени, то его сильное сердце также может исчезнуть. Чтобы он не делал первое, что он считал стратегией и расчетом. Этот прорыв заставил его отношения полностью измениться. Столкнувшись с людьми, он мог вычислить. Но после этого, столкнувшись с неистовыми зверями, единственным вариантом было сражаться. Вопрос жизни и смерти был чем-то пугающим. В то же время, внутри них есть возможность избавиться от страха, получить возможность среди жизни и смерти. Только тогда огромные улучшения будут сделаны, чтобы войти в путь сильнейшего эспера. До абсолютной способности любые сюжеты или стратегии были шутками. После того, как он терпел в течение очень долгого времени, вся сила, что он скрывал внутри него, взорвалась в этом прорыве. Дух энергия и ум Суха были в наилучшем состоянии. Наряду с этой неограниченной энергией он на самом деле сформировал драконью энергию в небе, чтобы подавить молниеносного дракона Суньба-Теня. Суньба-Теня сухо стабилизировал осанку. Глядя на Суньба-Теня, его взгляд был подобен молнии. Он снова выкрикнул это предложение. «Сегодня я хочу, чтобы ты умер!» «Бах-бах!» Извержение энергии прозвенело. Толпа была ошарашена. Что такого особенного в этом эспере, который только что достиг своего прорыва? Чисто с точки зрения силы он мог фактически подавить Суньба-Теня. Может ли эта битва продолжаться? Немного интересно. Выражение Суньба-Теня стало серьезным. Этот Даоба на самом деле ухватился за эту возможность прорыва и бросил вызов ему, в то время как его энергия была на пике. Несмотря на подозрение, что он воспользовался своим преимуществом, было неоспоримо, что нынешний Даоба был на своем историческом пике. Однако, была ли достаточно сильная аура, чтобы победить? Суньба-Теня усмехнулся. По мановению его правой руки и с простым уловом в воздухе, его аура дрожала. Внезапно темно-фиолетовый удар молнии появился в его руках. Бах. Суньба-Тянь контролировал этот мощный удар молнии и направил его на Сухаа. Так что, если он мощный, без техники происхождения вы просто мусор. Па-па. Вспыхнула фиолетовая молния. Объемная аура Сухаа была мгновенно рассеяна сильным фиолетовым током молнии. Как огромный дракон, он расправил когти и направился к Сухаа. Сердца тех, кто в толпе пропустили удар, когда они увидели эти события. Независимо от того, кто напал, это было за пределами их воображения. Даже представители три гиганта взатаили дыхание. Первоначально они пришли посмеяться над Суньба-Тянь, но в тот момент, когда они напали, все передали информацию своим хозяевам заранее, потому что эта предыдущая так называемая шутка превратилась в настоящую битву. Это была пиковая битва города Цзянхи. Независимо от того, был ли это прорыв 6го уровня Суньба-Тяня или неудержимый Даба, они представляли пиковую силу эсперов в городе Цзянхи. Это больше не было областью, в которой они могли участвовать. Но, когда они увидели, что аура Даба внезапно разрушается, у них снова появились сомнения. Может ли быть так, как сказал Суньба-Тянь? Хотя все тело Даба обладало огромной энергией, у него не было никаких методов происхождения? Если бы это было действительно так, независимо от того, насколько он силен, это не было бы никакой пользы. Бах! Удар молнии. Синий кристалл был сформирован и заблокировал фронт Даба. Он полностью растворил весь Тандерболт. Толпа, которая видела сцену, была ошеломлена на мгновение. Эта штука? Ледяной кристалл? Защита кристаллов льда? Разве это не техника защиты торговой марки тех, кто обладает талантом способности к воде? Как мог да обознать такую технику? Может ли быть, что его талант способности был тип воды? Атака пурпурной молнии была бесплодна. Все были ошеломлены на месте. Даже Сунь Баотянь был полностью потрясен. Защита ледяного кристалла? В его информации о Даба было на самом деле написано, что его талант был типом укрепления тела. Даже во время предыдущих столкновений с Даба он никогда не использовал эту способность происхождения типа воды. Что на самом деле происходит? Дезинформация? Холод в глазах Сунь Баотяня значительно усилился. Когда он вернется, весь информационный отдел должен быть очищен. Но перед этим он должен сначала убить Даба. Так что если информация была неверной, тогда я дам вам увидеть ужасающую силу, созданную комбинацией из пера шесть уровня и силы молнии. Ты действительно спрятался достаточно глубоко. Как жаль, усмехнулся Сунь Баотянь. Каждый заговор или уловка, столкнувшись с чистой властью, становится ничем иным, как шуткой. Частилище молний. Полосы фиолетовых молний обрушились с небес. Территория в 10 метров вокруг Сухоа была полностью покрыта. Полосы фиолетовых молний образовали сцену, похожую на сцену Частилища Судного дня. Под такой атакой для Сухоа было совершенно невозможно избежать. Ледяной кристалл снежного лотоса. Свежий и холодный голос Сухоа отозвался эхом. Ледяной кристалл сформировал снежный лотос, который расцвел на его голове. Огромный снежный лотос был невероятно элегантным и красивым. Бах, бах, бах. Под атаками фиолетовой молнии Частилища ледяной кристалл снежного лотоса медленно цвел. Ледяной хрустальный бутон, который лежал внутри, был выпущен, и он медленно цвел до своего пика. Бах, снежный лотос расцвел. Кристаллы льда в небе взорвались и направились к Частилищу Тандербалта. Через некоторое время небо стало солнечным. Каждый удар молнии рассеялся в небытие. Увидев ледяной лотос у ворот ассоциации способностей происхождения, Чини Жань была в восторге. Техника того же происхождения, в руках Сухоа, была на самом деле такой красивой и мощной. Так получилось, ледяной кристаллический лотос на самом деле может быть использован таким образом. Оказалось, что сегодняшний Сухоа на самом деле настолько силен. Полагаясь на свой гордый талант и неограниченные ресурсы, сегодня ей удалось достичь только 19-5 очков в способности происхождения. Только Сухоа имел такую способность. В последнее время, как он проводил свои дни, Чини Жань была убита горем. Хаем в воздухе раздалось холодное фырканье, и оно разбило все мысли. Сунь Баатянь, казалось, был готов к исчезновению Частилища Тандербалта. Все молнии в небе были сосредоточены в его руках. Как только они достигли пика через мгновение, фиолетовое пространство сформировалось в его хватках. Это был длинный меч, построенный из молнии. Вэн Сунь Баатянь схватил рукоять. Этот меч называется мечом молнии. Вот зрачки Сухоа уменьшились. Оружие происхождения. Несколько дней назад Сунь Баатянь однажды использовал маленький меч Тандерболт. Сухоа думал, что это оружие происхождения Сунь Баатяня. Но когда этот меч появился перед его глазами, Сухоа знал, что его прошлые мысли были ничем иным, как шуткой. Так, это было его настоящее оружие происхождение. Оружие походило на происхождение техники. Некоторые методы происхождения были сильными, но некоторые были слабыми. Происхождение оружия было в таком случае тоже. И до него это оружие бритвенного происхождения. Насколько оно было мощным? Меч молнии. Слышь, Сунь Баатянь не дал сухо времени на размышления. Он схватил меч Тандерболт и полоснул. Бах! Небо вдруг стало немного темнее. Ледяной кристалл обороны. Без каких-либо колебаний Сухоа вызвал технику защиты происхождения. Огромный ледяной столб внезапно появился между ними. Этот ледяной кристалл, который был несколько метров в высоту, решительно блокировал путь меча Тандерболта. Бах! Один слышь. Два сломанных куска. Кача. Защита ледяного кристалла, которая называлась божественной защитной техникой, была настолько хрупкой перед мечом Тандерболта. Зрачки Сухоа уменьшились. Он быстро активировал бесчисленные кристаллы льда. Однако перед мечом Тандерболта эти атаки, казалось, превратились в шутку. Они не могли даже блокировать ни на секунду, прежде чем они рухнули. Вжух! Вспыхнул свет меча. Струйка крови полетела. Сухоа посмотрел на свое левое плечо. После использования бесчисленных кристаллов льда он успел уклониться вовремя. Тем не менее, до меча Тандерболта, который был известен своей скоростью, это было просто полное поражение. Одна косая черта и он пострадал. Он истекал кровью. Такая мощная способность. Этот меч молнии на самом деле настолько ужасен. Я никогда не слышал, чтобы Сунь Баотянь обладал такой божественной техникой. Ерунда. Это то, что другие называют козырем. Если бы об этом знали другие раньше, то давно бы расшифровали. Даоба получил травму. Похоже, что дальше будет еще интересней. Воскликнула толпа. Сухоа продолжал молчать. Глава 285. Глава 0285 абсолютно не проиграет. Бах! Ужасающий удар молнии прокатился вокруг, как волна. Только то, что потрясло толпу внутри фиолетового молнии, было необъяснимо смешано с каким-то золотым светом. Что это было? Фиолетовый гром рассеялся. Все посмотрели на сцену и побледнели. Сунь Баотяни Даоба все еще противостояли друг другу. Только то, что в их состоянии были странные изменения. Что было более удивительно, так это меч в руке Даоба. Этот сверкающий золотой меч был также уникален, как и меч на руке Сунь Баотяня. Вот молния меч, блять, это действительно правда. Даоба даже эту технику знает, почему это так странно. Я даже чувствую мурашки по коже. Вы говорите, может ли талант Даоба на самом деле быть имитацией? Не уверен, но имитационный тип обычно обладает рядом недостатков. Посмотрим, заметит ли это Сунь Баотяни или нет. Все вновь покинули дистанцию от места сражения. Битва между двумя эсперами разгорелась. Независимо от того, насколько силен был Сунь Баотянь. Даоба, казалось, показывал все больше и больше карт, что заставляло толпу паниковать. Сможет ли Сунь Баотянь победить? Толпа, казалось, потеряла уверенность. Меч Тандерболта. Сунь Баотянь посмотрел на меч в руке Сухоа с оттенком удивления и решительно избавился от ужаса в своем сердце. Я хотел бы увидеть, каковы именно твои способности. Бах. Чистилище Тандерболта вновь появилось. Фиолетовая молния покрыла небо. Сухоа холодно ухмыльнулся. Сходу появилось тоже Чистилище Тандерболта. Тем не менее, это золотое освещение было, как будто бог грома прибыл. Фиолетовый Тандерболт Сунь Баотянь победил в отделе качества энергии. Что касается золотого Тандерболта Сухоа, то он выиграл в отделе массовых энергетических добавок, пытаясь выиграть в количестве. Конечно же, взгляд Сунь Баотянь был спокоен. Независимо от способности укрепления тела, способности ледяного кристалла, все они веселые. Твоя настоящая способность имитации, подражая способности других, как свои собственные способности. Однако такому таланту можно было только подражать. Другими словами, ваши способности все еще мусор. Талант мусорной способности. Конечно, это мощно, но чем более продвинутая имитация, тем больше недостаток. Я хотел бы посмотреть, в чем твоя слабость. Сунь Баотянь усмехнулся и без колебаний помчался к Сухоа. Слабость Сухоа улыбнулся. Конечно, была слабость. Стоимость построения модели происхождения, 90% от общего потребления будет потрачена на преобразование энергии. Это означало, что для того же меча Тандерболт Сухоа потреблял в 10 раз больше энергии, чем Сунь Баотянь. Тем не менее, для Сухоа, то, чего ему не хватало больше всего, была энергия. Бах, бах, бах. Золотые и фиолетовые, бесчисленные молнии покрыли небо. Бах, наполненные яркими лучами света, почти ослепили глаза. Чен Ханьян, Чжоу Чжун, Юэфын. Три оставшихся гиганта города Тзянхы на самом деле пришли. Включая Сунь Баотяня, не означает ли это, что все четыре гиганта находятся здесь одновременно? Хе-хе, в этом нет необходимости. Если Дайба победит, боюсь, один из гигантов может быть заменен. Конечно, не исключено, что в городе будет пять гигантов. Пока все были в шоке, лицо Сунь Баотяня изменилось. После доминирования в городе Тзянхы в течение многих лет он был фактически подавлен простым лидером организации охотников. Это было действительно смешно. Появление Чен Ханьяна и других в глазах Сунь Баотяня, они были здесь, чтобы насладиться высмеиванием его. Четверо из них были соперниками друг другу, и они определенно понимали друг друга больше всех. Первоначально он думал найти слабость противника перед медленной контратакой, но появление Чен Ханьяна и других заставило его передумать. Он немедленно прекратит этот бой. Будь то престиж семьи Сунь или его собственное лицо, он не должен больше затягивать эту битву. Вжух! Сунь Баотяню ставился на Суха, его глаза изменили цвет. А Чен Ханьян вдруг нахмурился, а затем посмотрел в определенный угол, прежде чем заметить человека из толпы. И Жань, почему ты здесь, как и все? Чен И Жань равнодушно ответила. Я здесь, чтобы присоединиться к веселью. Присоединиться к веселью. Все потеряли дар речи. Тогда вы думаете, кто победит? Внезапно спросил Чжоу Цзюнь с интересом. Конечно, да оба. Без колебаний сказала Чен И Жань. Почему? С любопытством спросил Юэ Фэн. Почему должна быть какая-то причина? Чен И Жань продолжил так, как я верю в него, естественно, он победит. Ха-ха-ха. Чжоу Цзюнь и Юэ Фэн громко рассмеялись. И Жань, на этот раз ты ошибаешься. Независимо от того, насколько силен да оба, он просто тот, кто только что вошел в специализированный уровень. Хотя, полагаясь на его имитационные способности, он мог дать хороший бой, но против такого ветерана, как Сунь Баотянь, у него не было квалификации, чтобы хвастаться. Хе-хе. Этот парень спрятался больше всего среди нас. На этот раз мы наконец-то сможем стать свидетелями его козыря. Я думаю, наше появление здесь заставит его волноваться. Юэ Фэн радостно улыбнулся. Дай мне посмотреть, какая скрытая карта у этого старика. Карта Чен И Жань была шокирована, когда она смотрела на Суха с некоторым беспокойством. Сунь Баотянь был ведущей фигурой в городе Цзянхэ в течение многих лет. Нет нужды говорить о его силе. Конечно, у него будет много скрытых карт. Суха он действительно может выиграть. Чен И Жань очень волновалась. Но в отличие от Чен Хонин был еще больше волнуюсь. Из-за его острого чувства, он заметил, что выражение его дочери по отношению к Даба было каким-то другим. Это выражение не было таким же, когда она смотрела на Суха. Его дочь не должна интересоваться Даба, верно? Чен Хонин был напуган своей собственной идеей. Глядя на уродливое лицо Даба, он вдруг стал грустным. Что теперь делать? Для того, чтобы его дочь вышла из тени Суха, он должен был согласиться с каждой ее просьбой. Но это Даба. Чен Хонин почувствовал, что его яйца перепутались. Он мог только тихо молиться, Сунь Батянь, пожалуйста, будь хорошим человеком и избавься от этого Даба. Вжух. Сунь Батянь остановился и холодно посмотрел на Суха. Ты сильный. После всех этих лет, единственный, кто мог заставить меня сделать это, это ты. Но, пришло время покончить с этим. Подражание мощно, но оно не универсально. Именно поэтому имитация занимает низкое место. Глаза Суха вспыхнули. Он ничего не ответил. Хоу все тело Сунь Батяна мерцало молниями. Его аура тела, казалось, претерпела изменения и начала напоминать что-то близкое к ауре Берсерка, которая шокировала толпу. Хоу аура Сунь Батянь увеличилась. Аура, принадлежащая Исперу шесть уровня, начала меняться. Мгновенно он взлетел выше, а фиолетовый цвет молний стал глубже. Уровень семь. Хоу аура Сунь Батянь снова увеличилась. Уровень восемь. Сунь Батянь фактически прорвался на восемь и краткое уровень Испера. Кача Сунь Батянь усмехнулся. Способен имитировать талант, технику происхождения, но можешь ли ты имитировать запретные техники? Скоро закончится твоя высокомерная жизнь. Чтобы заставить меня выйти на эту сцену, даже если ты умрешь, ты должен гордиться собой. Смешно. Сухо усмехнулся. Так называемые Исперы, забудьте о своей силе, их тон кажется все более и более высокомерным, поскольку они стали сильнее. Запрещенная техника. Сухо пытался немного. В исходной модели была отпечатана эта техника. Однако после того, как Сухо попытался использовать его, он был недействителен. Инвалид. Задумавшись на секунду, Сухо понял. Так называемый запрещенный прием был, по сути, самостоятельно стимулируя лишь тело. Путем стимулировать все трассы энергии в теле, одно закончило бы вверх поувеличивать их прочность на короткий период времени. Эта запрещенная техника должна быть настроена под себя, и только типы способностей урагана подходят для этого. Хотя Сухо мог использовать способность Грома, только после того, как он проанализировал ее, он смог трансформировать свою способность. Таким образом, запрещенная техника оказалась недействительной. Неудивительно, что Сунь Ба-Тянь был так высокомерен, как всегда. Его сила была уже сильна в первую очередь и почти на одном уровне с Сухо. Тем не менее, после прорыва двух уровней с увеличением его силы, убийство Сухо было всего лишь делом нескольких минут. Я уже сказал, что все кончено. Сунь Ба-Тянь усмехнулся и снова доверился своему мечу. Меч молнии. Слышь, темно-фиолетовый удар молнии был настолько ужасающим. С последней атакой Сунь Ба-Тяня он показал лучший класс с первого 7го уровня. Бах! Небеса и земля затряслись. Темно-фиолетовые молнии непрерывно падали с неба. При таком ужасающем нападении толпа была напугана до отчаяния. Так это была истинная сила гигантов города Цзянхи. Так это была сила действительно сильного эспера. Как можно сопротивляться такой атаке? Да, Ба-Потерин. Это была идея каждого. Даже другие гиганты были такими же. Они посмотрели друг на друга. Если бы они столкнулись с такой атакой, как бы они справились с ней? С силой эспера 8 уровня. При помощи меча Тандербалта и такой властной техники происхождения. Это была определенная атака, которая доведет до отчаяния. Я собираюсь проиграть. Сухо и холодно смотрел на бесконечный темно-фиолетовый удар молнии. В прошлый раз я только начинающий эспер, но не проиграл. И теперь, став специализированным эспером, я точно не проиграю. Это потому, что я не признаю своего поражения. Глава 286. Глава 0-286. Крушение горы. Вода разделилась. Бах, бах, бах. Послышались громоподобные звуки. Сухо стиснул зубы, когда переносил боль. Это мощное извержение молнии причинило ему много боли. Это потому, что он не переворачивал модель, а взрывал ее. Модель происхождения грома была полностью сделана из чистых молний, потребляя много энергии сухо. Когда эта модель вспыхнула, выпущенной силы было достаточно, чтобы блокировать взгляд толпы, как вечное золотое солнце. Темно-фиолетовые молнии, казалось, были уничтожены. Мир как будто остановился в этот момент. Сухо, который все еще терпел боль, смотрел на сумба теня, потому что он хорошо знал, что у него была только одна возможность для его атаки. Иллюзия реальности. Бах. Реальность левого глаза. Иллюзия правого глаза. Начали формироваться два странных мира. После установки метки времени в мире моделей была представлена шокирующая сцена. В модельном мире Сухо взорвал исходную модель, что позволило ему ненадолго вздохнуть. Даже под властными пурпурными молниями берсерка атаки смогли затянуться. Однако непреодолимый разрыв все еще существует. Когда золотой свет исчез, темно-фиолетовые молнии снова атаковали. Сухо использовал бы свой самый сильный прием, но под разрезом меча Суньба теня, он бы умер на месте. Реальный мир. Глаза Сухо загорелись. Сцена только что напугала его. Когда золотой свет собирался потерять свою яркость, Сухо не колеблись использовал свой плащ тень. Моргни. Бах. Когда золотой свет исчез, мелькнули темно-фиолетовые молнии. Тем не менее, Сухо больше не в том же месте, он появился рядом с Суньба теном. После потери модели происхождения типа Грома, Сухо использовал свою собственную способность атаковать. Суньба тень был шокирован тем, что Сухо удалось избежать смерти. Тем не менее, не имея времени, чтобы выразить свой шок, он увидел входящую атаку от Сухо. Твоя имитация уже ушла. Пытаешься использовать свои способности? Что за шутка? С твоей пустой энергией три уровня. Чем еще ты можешь бросить мне вызов? На самом деле, Сухо подошел ближе и без колебаний взорвал технику происхождения, с которой он был наиболее знаком. Крушение горы. Бах. Фигура Сухо вспыхнула с огромной скоростью. От начала до конца, под влиянием таинственной энергии, все его тело было полно какой-то силы и анимения. Со вспышкой энергии вся сила была направлена из его тела. Это был первый раз, когда он использовал эту технику происхождения с момента своего прорыва, и он был шокирован ее мощью. В этот момент Сунь Баатянь, который был лучшим кандидатом, чтобы проверить новую силу движения. Бах. Сунь Баатянь был поражен на месте. Огромная неистовая сила мгновенно вошла в его тело. Лицо Сунь Баатяня побледнело, когда он выдержал атаку. В то время как в воздухе, его глаза сияли. Эта техника, он был слишком знаком с ней. Горная катастрофа. Разве это не то, что Цайлу потратил много времени на обучение? Не было ли это методом, который труднее учиться, чем эти эксклюзивные методы происхождения? Разве это не то, что он дал Даба, когда он вышел? Он вспомнил Даба, только взглянул на него ненадолго. Он уже мастер. Сунь Баатянь был полностью шокирован. И толпа была ошарашена. Всего мгновение назад, когда Даба собирался быть обезглавленным, он внезапно испустил золотой свет, столь же яркий, как солнце, и магически увернулся от атаки Сунь Баатяня. Прежде чем приблизиться к выпуску властной атаки, Сунь Баатянь не смог этого избежать. Это было слишком невероятно. Такая мощная сила, воскликнул Чин Хоонин. Он должен был признать, что если он не будет использовать свой световой меч, то не сможет найти преимущество перед Даба. Эта атака была решена Сунь Баатином, но глаза Чжоу Цзюн имели необъяснимый свет. Наблюдая за Даба, который взорвал Сунь Баатина в воздухе, у него было странное чувство. Этот переезд не должен так закончиться. Хотя Сунь Баатянь был в состоянии поддерживать свою властную ауру, разрешая силу молниями, все еще. Что, если был еще один ход? Разум Чжоу Цзюн подскочил. В этот момент Сунь Баатянь был в воздухе и еще не приземлился, он вдруг услышал ясный крик. Вода разошлась, вода разделилась, глаза Сунь Баатиня были озадачены. Его разум стал настороженным. Глядя на Суха, который был далеко, выражение его лица вдруг побледнело. Вода разделилась, как такое могло случиться? Бах! Небо и земля, казалось, были неподвижны в этот момент. Сунь Баатянь ясно видел, как правая рука Суха превратилась в нож и разрезала его сверху славным золотым светом. Сю, почти прозрачный золотой луч света, казалось, появился из руки Суха и был направлен на тело Сунь Баатяня, использовав всю свою энергию, чтобы противостоять горному краху. Нынешний Сунь Баатянь оказался беззащитен. Вжух! Полупрозрачный золотой свет легко прорезал тело Сунь Баатяня, с силой разрывая его тело на части. Когда кровеносные сосуды были разрушены, кровь начала брызгать. А-а-а-а-а-а! Бах! В глазах Баатяня, наконец, появился намек на страх. С криком, нефрит на его шее внезапно осветился зеленым светом, который покрыл его тело. Затем зеленый свет вспыхнул и исчез. Суха был шокирован. Остальные три гиганта тоже были ошарашены. Все были ошеломлены. Сцена была настолько тихой, что можно было услышать падение иглы. Это была странная сцена, так как никто не смел нарушить тишину. Через мгновение некоторые люди начали открывать рот. Я что-то не так вижу? Сунь Баатянь. Один из четырех гигантов действительно должен был сбежать? Наверное. Другой человек сказал с неуверенностью. Он должен бежать. Это. Это все были в замешательстве. Для таких людей честь и лицо важнее, чем что-либо другое. Он действительно сбежал в последнюю минуту. Это, как такое могло случиться, только столкнувшись с ситуациями жизни и смерти, можно было совершить прорыв и стать сильнее. Сбежать в последний момент? И это сделал великий Сунь Баатянь? После мгновения замешательства вороны повернулись к Дааба. Потому что в этот момент они вспомнили только. Так как Сунь Баатянь бежал, естественно победителем стал Дааба. Однако, с каких пор у Дааба была такая ужасающая сила? Будучи в состоянии заставить одного из четырех гигантов, Сунь Баатянь бежать. Этот Дааба стал одним из сильнейших эсперов в городе Цзянхе. Глядя на равнодушные выражения лица Дааба, все чувствовали уважение к этому человеку. Дааба, не зная, кто закричал, все начали следовать за ним. Дааба, Дааба, бесконечный крик, который был беспорядком и в конце концов закончился объединением. Победа Дааба напомнила всем в городе Цзянхе, что наступает новая эра. Поражение Сунь Баатяня символизирует падение семьи Сунь. Семья Сунь, которая потеряла бесчисленное количество подчиненных до этого, теперь с поражением Сунь Баатяня не было никакой дороги к восстановлению этой семьи. Семья Сунь потерпела поражение. Ей дали отпор. Организация охотников поднималась и становилась новым гигантом города Цзянхе. Чинь Хааньян и другие были ошарашены. Они очень хорошо понимали силу, которую имел Сунь Баатянь. Они никогда не думали, что конец будет таким. Они посмотрели друг на друга и горько улыбнулись. У Сунь Баатяня должны были остаться карты. Джоу Джун ухмыльнулся. Именно так боюсь, у него больше не будет возможности их использовать. Охххх. Юэфын горько сказал. Последняя атака Даба была настолько точной. Когда я посмотрел на него поближе, мне показалось, что это Сунь Баатянь сам пошел на атаку. Это было слишком невероятно. Было бы лучше, если бы это было просто совпадение, но если бы это было по расчету Даба. Несмотря ни на что, Даба победил. Чинь Хааньян посмотрел на свою дочь, которая не могла скрыть свое счастье и беспомощно вздохнул. Он имеет сравнимую силу с нами и имеет квалификацию, чтобы быть еще одним гигантом города Цзянхи. Но я не понимаю, почему Сунь Баатянь сбежал. С его силой, даже если он будет побежден, он все равно будет одним из лучших эсперов здесь. Все посмотрели друг на друга. Они также не знали, почему так произошло. Чинь Жань задумчиво сказала. Возможно, последняя атака Даба была слишком сильна, что если бы он не сбежал, то умер бы на месте. Чинь Хааньян и другие были в шоке. От этого, что если все было так, как сказала Чинь Жань. Этот, казалось бы, посредственный навык ручного ножа был на самом деле настолько ужасающим. Насколько это было ужасающе, знал только Сухаа. С его холодным взглядом он посмотрел в направлении, в котором Сунь Баатянь бежал с некоторым сожалением. Сунь Баатянь все же сумел выбраться и исчезнуть. Эспер с такой силой действительно имел скрытые карты. Он воспользовался лучшим временем, чтобы атаковать своей иллюзорной реальностью. Но он не ожидал, что у Сунь Баатяня будет артефакт Нитэй, который сможет транспортировать его в безопасное место. Правильно, Нитайский артефакт. Эта штучка на шее Сунь Баатяня была артефактом Нитэя. Вы сбежали? Глаза сухо загорелись. Извини, Сунь Баатянь. В течение дня, когда вы сделали свой ход на меня, вы должны были предсказать, что эта ситуация произойдет. Ради моей семьи, я должен избавиться от тебя. Семья Сунь больше не будет иметь права оставаться здесь. Вжух. Фигура сухо вспыхнула и исчезла со сцены. Глава 287. Глава 0-287. Абсолютная бойня. Вжух. Вжух. Сухо быстро погнался за Сунь Баатином. Пока тень плавала, скорость сухо резко возросла, и он внимательно следил за зеленым светом. Это направление вело к особняку семьи Сунь. Дзинь капля крови упала на землю. Она принадлежала Сунь Баатиню. Он был серьезно ранен водой. Если бы сухо мог двигаться быстрее, он бы точно разрезал его пополам. Горная катастрофа. Вода разделилась. Два универсальных происхождения техники, которая была два звезды и три звезды соответственно. Когда два навыка использовались вместе, эффект был шикарен. Техника падения горы сильно ударил по противнику, в то время как техника повеления воды полоснула противника с высокой скоростью. Комбинация этих двух навыков была намного сильнее, чем любая атака три звезды. Это было отличное сочетание. Когда их использовали вместе с иллюзорной реальностью, все казалось идеальным. Если бы Сунь Баатинь не использовал свой артефакт нитой, он был бы мертв. Даже если он сможет сбежать от Сухаа сейчас, ему будет трудно полностью восстановиться. Убейте его, пока он ранен. Рана на его плече все еще была там, но это не повлияло бы на действия Сухаа. Сухаа сосредоточился на артефакте и погнался за Сунь Баатинь. Бах! Артефакт нитой Сунь Баатиня начал тускнеть после побега на большое расстояние. Из-за серьезной травмы Сунь Баатинь не мог использовать свой артефакт нитой так же хорошо, как обычно. Это была лучшая возможность для Сухаа. Хлоп! Бах! Бах! После двух вспышек Сухаа наконец увидел Сунь Баатиня. Он был в зеленой преграде с бледным лицом. Происхождение модели установить. Сухаа ухмыльнулся и построил модель происхождения. Не колеблись он направил золотой удар молнии в сторону Сунь Баатиня. Бах! Бах! Защитный слой нитой артефакт вокруг Сунь Баатиня начал вибрировать. Сунь Баатинь проигнорировал Сухаа и сосредоточился на побеге. Однако, как только Сухаа приблизился, был ли еще шанс для Сунь Баатиня сбежать? Бах! 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 Золотые молнии продолжали бить Сунь Баатиня. Несколько месяцев назад Сухаа все еще убегал от Сунь Баатиня. Однако спустя несколько месяцев обстоятельства полностью изменились, так он начал свое путешествие, как эспер он всегда охотился. На него охотились Чоуян, семья Сунь, семья Цзинь и другие. С каких пор он начал охотиться на других? Между тем, когда он был, наконец, достаточно силен, чтобы охотиться за кем-то еще, первая жертва неожиданно оказалась Сунь Баатином. Это чувство было великолепно. Однако, пережив внутреннее ощущение, что на тебя ведется охота, главным правилом в его новой роли охотника было не дать добыче сбежать. Была бы большая вероятность того, что добыча со временем превратится в хищника. Очень показательным примером был он сам. На него охотилось так много людей, но не он ли всегда выживал и смеялся последним? Следовательно, на этот раз Сунь Баатинь должен был умереть. Бах-бах-бах. После еще нескольких ударов артефакт нитой Сунь Баатиня больше не мог поддерживать себя. Суха мог даже услышать треск нефрита перед грудью Сунь Баатиня. Наконец, нефрит исчез в пыли. Кача зеленый защитный слой треснул, и Сунь Баатинь упал на землю. Сунь Баатинь поднялся. На нем не было лица. Его рана, казалось, восстановилась. Тем не менее, Суха знал, что невозможно полностью оправиться от такой серьезной травмы только с помощью восстановительного препарата. Ему все равно потребуется, по крайней мере, несколько месяцев лечения в больнице. Из-за своего состояния на данный момент Сунь Баатинь может умереть в любой момент. Ты выиграл. Пробормотал Сунь Баатинь Суха. Сейчас он должен был признать, что потерпел неудачу. Его неудача была вызвана лидером так называемых малых сил, недавно продвинутым специализированным эспером. Ха. Суха усмехнулся и не ответил. Это был отличный шанс убить его, как он мог позволить себе много говорить. Они даже не были друзьями. Он был бы самым большим умственно отсталым, если бы Сунь Баатинь смог воспользоваться шансом убежать от него в этот момент. Суха махнул правой рукой, и еще один удар молнии поразил Сунь Баатиня. Иди. Сунь Баатинь бросил тонкий молниеносный щит, чтобы защитить себя. Тем не менее, он не мог даже остановить молнию на секунду. Кача. Молниеносный щит сломался. Сунь Баатинь был поражен снова. Суха стоял неподвижно и смотрел на него. Су Баатинь никогда не мог себе представить, что однажды окажется в таких обстоятельствах. Суха хотел раскрыть свою личность Сунь Баатиню сейчас, чтобы он мог знать, что молодой парень, за которым он ранее охотился, был на том же уровне, что и он сейчас. Тем не менее, он не был бы беспечен ни на мгновение, столкнувшись с кем-то вроде Сунь Баатиня. Он бы никогда не дал ему шанса выжить. Умри. Холодно сказал Суха. Как только меч молнии сформировался в его руке, Суха без колебаний ударил Сунь Баатина. Атака принесла с собой миллионы золотых молний. Сильная атака молнии точно поразила Сунь Баатиня. Посмотрим, как ты будешь защищаться на этот раз. Бах. Сунь Баатиня рассмеялся, когда посмотрел на знакомое нападение. Он сказал. Меч молнии. У меня, Сунь Баатина, были бесконечные сражения на протяжении всей моей жизни, и теперь я буду убит своим собственным мастерством. Смешно. Сунь Баатиня в безумии посмотрел на Суха. Энергия сияла в его глазах. Суха был шокирован знакомой аурой. Беги. Суха быстро убежал, оставив меч Тандерболт на месте. Сю. Сю. С помощью теневого плаща Суха немедленно убежал примерно на 100 метров. Бах. Была высвобождена мощная энергетическая сила. Фиолетовая энергия разгорелась на несколько миль. Эта атака была так же сильна, как и то, что Суха использовал раньше. Сильная энергия молнии уничтожила все поблизости. Хотя Сунь Баатинь был тяжело ранен, он все еще мог совершить такую сильную атаку. Бах. Эта сильная энергетическая сила ударила по Суха. Она ударил Суха в грудь и из его рта тут же появилась кровь. Вжух. Вжух. Фиолетовый свет исчез. Сунь Баатинь исчез после нападения, оставив лужу крови на земле. Суха прищурился и уставился в сторону, куда уходил Сунь Баатинь. Независимо от того, насколько ярким был фиолетовый свет, это не могло повлиять на его анализ модели. Суха мог ясно видеть, что Сунь Баатинь бежал к особняку своей семьи. Он скорее пожертвует своим талантом, чтобы сбежать, пробормотал Суха. У Сунь Баатиня не было такой модели происхождения, как у него. На данный момент Сунь Баатинь полностью высвободил свой талант, чтобы наложить такое сильное заклинание. Однако после этого он станет обычным человеком. Его талант способности был уничтожен. Даже если бы Сунь Баатинь смог выжить, он стал бы нормальным человеком. В нормальных условиях можно было бы отпустить такого противника, что может сделать нормальный человек в эпоху зарождения способностей. Кроме того, было пустой тратой времени выследить его, так как он не мог определить направление побега. Однако это не относится к Суха. Подрываешь свой талант? Ха. Сунь Баатинь, что заставило тебя так отчаянно вернуться. Я хотел бы посмотреть, сможете ли вы убежать от меня сегодня. Бах. Пока энергия мерцала, Суха снова гнался за Сунь Баатином. Город Цзянхи. Особняк семьи Сунь. Сунь Ятянь недавно был выписан из больницы. Он привык к своему новому телу, особенно к его большому пенису, который дрожал между ног. Хе-хе. Я могу использовать его через несколько дней. Сунь Ятянь открыл штаны и посмотрел на свой член с полным удовлетворением. Поскольку он злоупотреблял своим старым пенисом, недавно он почувствовал, что ему трудно во время секса в ночном клубе. Однако он извлек выгоду из этого инцидента, так как семья Сунь потратила огромную сумму денег, чтобы получить ему искусственный пенис. Хотя Сунь Баатинь был разочарован им, ради семьи Сунь он заказал своему сыну очень большой пенис. Эй, милые девушки в ночном клубе, я скоро приду, взволнованно сказал Сунь Ятянь. Переотлечение был для него большим периодом страданий. На этот раз у меня будет 10 пенсов. Сунь Ятянь сказал. Это было похоже на то, что сказал его отец, сражаясь с несколькими противниками, но это было для другой цели. Он никогда не беспокоился о Даба, так как был полностью уверен, что его отец может легко убить Даба. Он не был заинтересован в том, чтобы стать сильным эспером, как его единственным желанием было остаться в живых. Суха был так силен, но все еще был мертв. Каждый раз, когда он думал об этом, ему становилось страшно. Тем не менее, он не знал, что это был побочный эффект от Суха. Бах! Пока он наслаждался фотографиями горячих цыпочек, присланными его друзьями, внезапно дверь особняка была сломана сильной силой. Все окна разбились на куски. Кто это такой? Сунь Ятянь был в шоке. Он повернул голову и увидел окровавленное тело. Он отступил и сказал. «Ты можешь забрать все, что хочешь из этого особняка, только, пожалуйста, не трогай меня!» Вжух! Человек вошел в особняк. Сунь Ятянь удивился и закричал. «Папа, иди за мной!» Неважно, насколько глупым был Сунь Ятянь, он заметил, что в этот момент что-то не так. Он последовал за Сунь Баатином с бледным лицом. Кача. Они подошли к картине, которая развернулась и появился вход в комнату. Сунь Баатянь бросил своего сына в комнату. Когда он обернулся, парень, покрытый золотыми молниями, целился в него. Сунь Баатянь помедлил, а затем нажал кнопку рядом с ним. Бах! Особняк всей семьи Сунь превратился в море огня. Глава 288. Глава 0288 демонстрирует свою искренность смертью. Бах! 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 Весь особняк семьи Сунь был охвачен пламенем из-за гигантского взрыва. Это было похоже на сцену, когда они были в древних руинах. Когда здание рухнуло, даже сотрудники на первом этаже были убиты кирпичами, падающими на них. Чтобы перехватить Суха, Сунь Баатянь фактически уничтожил особняк всей семьи Сунь. Лицо Суха потемнело. Когда ему удалось наверстать упущенное, он увидел эту сцену. Только то, что взрыв произошел слишком быстро. Суха задавался вопросом, какую бомбу использовал Сунь Баатянь. Когда море огня исчезло, остались лишь руины. Семья Сунь была уничтожена. Вы думаете, что сделав это, вы сможете остановить меня? Суха холодно ухмыльнулся. Даже в древних руинах, мне удалось выбраться. Это просто развалина дерьмового особняка, и ты думаешь, я не смогу тебя найти? Анализ модели начали. Вжух! Появилась 2D карта. Суха мог ясно видеть два красных пятна где-то в развалинах. Не пострадал от взрыва из-за секретной комнаты. Существует две точки. Кроме Сунь Баатяня, кто там еще есть? Какая шутка! Если бы ты не убил всех остальных членов семьи Сунь, возможно, я бы не смог тебя найти. Суха усмехнулся. Этот взрыв заставил всех в особняке семьи Сунь умереть. Оставив в живых только двух человек. Для Суха это было ясно, как луна в ночном небе. Бах-бах! Удар пришелся на землю, образовав яму. Как и в руинах, Суха открыл путь и решил направиться в секретную комнату, чтобы убить Сунь Баатяня. Семья Сунь – тайная комната. Папа, что происходит? Сунь Ятянь была паника. Хотя его бросили сюда, взрыв снаружи был громким и ясным. С семьей Сунь было покончено на этот раз. Сунь Баатянь посмотрел на сына и сказал спокойным тоном. Я проиграл. Что? Лицо Сунь Ятянь побледнело. Сегодня была битва между его отцом и Дааба. Так как его отец проиграл, он проиграл Дааба. Эта кровавая рана на его теле, должно быть от Дааба. Все в порядке, папочка. Не важно, проиграешь ты или нет. Сунь Ятянь сглотнул. Мы можем пойти куда-нибудь еще и все восстановить. Ох-х-х. Сунь Баатянь покачал головой. Надежды больше нет. Моя изначальная способность была потрачена впустую. Что? Сунь Ятянь выглядел раскаянным. Дааба был действительно настолько силен, и это он спровоцировал этого человека. Если бы он не спровоцировал Дааба, как бы семья Сунь оказалась в такой ситуации? Сунь Ятянь был совершенно ошарашен. Папа, прости, прости меня. Ох-х-х. Сунь Баатянь посмотрел на своего сына и был несколько счастлив. Будучи в состоянии осознать свою ошибку, это указывает на то, что вы не совсем безнадежны. Помните, чтобы выжить. Только у вас есть шанс заставить нашу семью снова подняться и отомстить, убив Дааба. Что? Сунь Ятянь как-то растерялся. Почему его отец вдруг упомянул об этом? Бах. Сунь Баатянь подтолкнул сына к стене секретной комнаты. Там был стул, и Сунь Ятянь сел на него после того, как его оттолкнули. Кача, кача, глаза Сунь Баатянь загорелись, и он яростно потянул рычаг рядом с ним. Бесчисленные огни сияли, в результате чего вся комната должна быть освещена. Папа, что ты пытаешься сделать? Сунь Ятянь был потрясен, обнаружив, что в этой секретной комнате, рядом со стулом, окружение было заполнено всевозможными наркотиками. А в зале рос, лекарства внутрь бутылки опорожняются. И каждый препарат вальяжно направились в сердце Сунь Ятяня. Все еще помнишь, что я сказал? Голос Сунь Баатяня был низким. В семье Сунь, только ты можешь унаследовать мое наследие. У тебя сильный талант, но слабое сердце. Если так будет продолжаться, вы не сможете вступить на путь Эспера за всю свою жизнь. Сегодня я позволю тебе вспомнить одну вещь. Только что, ты слышал взрыв снаружи, верно? Да, я слышал это. Сунь Ятянь проглотил слюну. Он не знал, что хотел сказать его отец. Враг прибыл сюда, так что с семьей Сунь покончено. Кроме нас с тобой больше нет других членов семьи. Все они были убиты из-за твоей трусости. Все, что вы сделали, цена, которую вы должны заплатить, это. Голос Сунь Баатяня был спокоен. Было слишком спокойно, что это напугало до чертиков Сунь Ятяня. И среди этих людей, включая твою мать, они все погибли во время взрыва. Что? Лицо Сунь Ятяня сильно изменилось, когда он безумно боролся. Папа, ты ведь шутишь? Как мама могла умереть? Почему ты не привел ее сюда? Почему ты так себя ведешь? Мы могли бы сдаться. Почему ты так себя ведешь? Сунь Ятянь безумно кричал. Взгляд Сунь Баатяня был очень спокоен. Посмотрев на сына, он медленно сказал. Не беспокойся о маме. Я всегда заботился о ней. Даже если она сейчас мертва, скоро я буду рядом с ней. Я уже сказал сегодня, я собираюсь убедиться, что вы помните это, помните все. Папа, что ты собираешься делать? Тело Сунь Ятяня дрожало, когда он отчаянно боролся, что имел в виду его отец. Каждое слово Сунь Баатяня было таким ужасающим. Слушайте внимательно. Запоминай. Лицо Сунь Баатяня было похоже на сумасшедшего. Ты тот, кто убил свою маму, папу и всех в семье Сунь. Из-за твоей трусости. Если ты продолжишь в том же духе, ты просто убьешь всех, кроме себя. Если вы хотите девушек и авторитет, единственный способ быть сильнее. Только будучи сильным, можно обладать чем угодно. Это способность эпохи происхождения. Трус всегда будет ступенькой для других. Это цена, которую ты должен заплатить за то, что был дураком все эти годы. Если вы хотите искупить свою вину, станьте сильнейшим эспером. Бах. Ужасающая энергия потрясла тайную комнату. Сунь Баатянь схватил кинжал со стены и яростно пронзил его грудь. Кровь хлынула. Нет. Сунь Ятянь недоверчиво посмотрел на отца, разрыдавшись. Он глубоко сожалел в своем сердце. Папа, я был неправ. С этого момента я буду стремиться быть сильным. Я определенно буду самым сильным эспером. Я знаю, что ошибаюсь. Быстрее, вытащи кинжал. Слишком поздно. Рот Сунь Баатяня показал намек на улыбку, а затем посмотрел на кинжал в его руке. Часть кинжала была соединена с каким-то таинственным проводом. Кровь, казалось, текла через проволоку, и после прохождения некоторой трансформации, они в конечном счете вошли в тело Сунь Ятена. Я знаю твой характер. Сунь Баатянь улыбнулся. Слишком слаб, слишком легок, чтобы его можно было поколебать. Такой энтузиазм, боюсь, не продлится долго. Не говоря уже о том, что текущий разрыв между вами и другими слишком велик. Сегодня, с этой процедурой, моя кровь и сила, как и спера 6го уровня, будет огромным стимулом для вашей силы. Вы станете несравненным гением. Сегодня я собираюсь умереть. Помни, мы с мамой будем наблюдать за тобой снизу. Сунь Баатянь неустанно пронзал кинжал глубже. Энергия в комнате внезапно умножилась в несколько раз. Таинственная сила безумно вошла в тело Сунь Ятеня. На данный момент возможность происхождения Сунь Ятеня взлетела. 18 очков, 19 очков, 20 очков, 21 очко, 22 очка, нет. Остановите это прямо сейчас. Его сила продолжала расти, в панике кричал Сунь Ятянь. Это было потому, что для каждого увеличения силы он мог ясно видеть потерю жизненной силы на лице своего отца. К сожалению, его способность к происхождению продолжала расти до 25 пунктов, прежде чем остановиться. На удивление Сунь Ятянь, потом был прорыв. Бах! Вспыхнула ужасающая энергия. Сунь Ятянь фактически продвинулся в специализированный эспер в таких условиях, и это был второй уровень. Бах! Бесчисленные провода были оборваны. Сунь Ятянь наконец-то смог избавиться от ремней и бросился обнимать отца. Папа, проснись, проснись. О, у тебя был прорыв. Сунь Баатянь слабо посмотрел на него. С другой стороны комнаты есть невидимая машина. Быстро беги так. Слабая рука Сунь Баатяня упала. Папа, Сунь Ятянь потряс тело отца и осознал, что его любящий отец умер у него на руках. Бах! Волна потрясла секретную комнату, и одна из стен была внезапно разрушена. Фигура медленно вошла в комнату снаружи. Ау! Сухо спокойно наблюдал за происходящим. Хотя это был первый раз, когда он вошел сюда, это не помешало ему увидеть, что было внутри, через его анализ модели заранее. Благодаря синхронному воспроизведению он ясно видел, что произошло. Это включало в себя жертвоприношение Сунь Баатяня, чтобы преобразить своего сына. Любовь отца была тяжела, как Гаратай. Та таинственная открытка, которую он получил от отца, разве это не любовь? Сухо посмотрел на Сунь Ятяня. Он никогда не думал, что финальная битва с семьей Сунь произойдет с Сунь Ятяньем. Что это была за судьба? Сунь Ятянь посмотрел на Сухоа. Его глаза были полны ненависти. Впечатляюще, зрачок одного из его глаз на самом деле покраснел. Глядя на фигуру перед ним, его выражение постоянно менялось от страха к шоку к ненависти и, наконец, убийственное намерение. Давно не виделись Сухоа. Глава 289. Глава 289. Это был ты. Бах. Слова Сунь Ятяня прервали молчание в секретной комнате. Я не думал, что это Даба. Я думал, это организация охотников. Сунь Ятянь смотрел на него с ненавистью. Я бы никогда не подумал, что это ты. Ты на самом деле еще жив. Если бы я знал это раньше, если бы у меня была такая сила, семья Сунь не была бы уничтожена. Это из-за этого глаза Сухоа внимательно посмотрел на красный глаз Сунь Ятяня. Благодаря синхронному воспроизведению он ясно видел изменения в глазах, которые позволили Сунь Ятяню идентифицировать его личность. Этот глаз. Что это такое? Ах-ах. Сунь Ятянь злобно зарычал. Толстый серебряный луч света окружил его. Отсюда можно было ясно видеть слой металла, образующиеся на его теле. В конечном счете, окружающий металл расплавился и слился с его телом. Серебряный свет мерцал. Сунь